Сегодня мы будем с вами говорить про Roadmap. Лекция про Roadmap стоит отдельно от лекции про планирование, задачи, их оценку и время человека, месяцы, дни, минуты и вот это вот все. По причине, а не просто так, потому что мне лень. По причине того, что на самом деле то, как вы развиваете и делаете глобальную стратегию своего продукта и то, как вы представляете себе, как он будет идти через полгода, что будет в нем через год, отличается от того, как вы планируете каждую неделю, как вы планируете разработку, как вы общаетесь с программистами, дизайнерами, продажами, маркетингом и всем прочим. Именно по этой причине все разделено на несколько лекций. Сегодня поговорим о следующих вещах, про главное слово продакта, откуда взять идею для фичи, как понять, сделает ли это продукт лучше, в каком порядке нововведение реализовывать и кто об этом должен знать. Должны ли об этом знать ваши пользователи, не должны, что делать, чтобы они узнали, ну и прочие-прочие вещи. Ну и начнем мы с главного слова продакта. Я думаю, что вы не раз на самом деле все это уже видели. Ну, если кто темой, в принципе, интересовался, так что вряд ли вас следующий слайд удивит. Но главное слово продакта — это слово «нет». Вот как-то так вышло. На самом деле это действительно так, я вам хочу сказать, это работает. Более того, главное слово продакта примерно такое же. Может быть, нет «но» или «ну, ребята, ну давайте», но на самом деле главное слово продакта — точно «нет». К вам будут подходить, скорее всего, вот со следующими заявлениями. Тут как бы, ну, тут делось пять минут, но у нас же планы не такие уж большие. И руководители очень хочут, топ-менеджерам надо. Мы должны работать над теми задачами, над которыми мы хотим работать. У нас половина нашей аудитории этого хочет, но тогда Василий уйдет и прочие-прочие-прочие-прочие вещи. Вам будут предлагать сделать какие-то варианты опции, вам будут предлагать какие-то другие вещи, вам будут аргументировать это что-то типа пятого пункта, что друг подруге девушки-брата говорит, что это очень нужно и он очень ждет, как и 713 тысяч человек. Все вам будут это говорить, это абсолютно нормально. Вообще человеческая природа такая, убеждать люди любят, не всегда получается, но тем не менее они пробуют, попыток своих не оставляют. Тут важно отвечать на эти все 11 пунктов «нет». Я понимаю, что иногда это очень сложно, особенно на пункт 11. Это вот прям трудно с этим поспорить. Поэтому для того, чтобы поспорить с 11 пунктом, должна быть прямо неоспоримая железобетонная аргументация, почему вы не будете этого делать. В принципе, к другим пунктам тоже хорошо бы понимать, почему вы не будете это делать. Потому что просто говорить «нет» — ну, как бы, да, вы, конечно, теперь знаете главное слово, и можете говорить «нас так учили», просто говоришь «нет», а дальше оно все само работает. Неплохо, неплохо, но нет, работает не так. Вы должны понимать, что в ваш продукт влезает, а что в ваш продукт не влезает. И очень многие вещи влезать не будут. И он будет распухать, распухать, а потом взорвется. Мы как-то говорили немножко об этом на первой лекции, но будем постоянно к этому возвращаться, потому что это очень-очень важная тема. Вам будут говорить «да что тут делать-то?» и вообще «что там?» Это же все просто, и вообще времени-то ничего не занимает. А делать-то на самом деле надо все. И мы чуть-чуть коснемся этой темы сегодня. Там будет несколько слайдов про качество и про технический долг чуть дальше, но подробно обсудим эту тему в следующих двух лекциях. Давайте пока что к более такому легкому перейдем, откуда взять идею для фичи. И мы, собственно, с вами про это уже говорили в рамках второй лекции про КАСДЕВ, что нужно общаться со своими пользователями, нужно понимать, что их беспокоит, нужно знать, что они хотят, ну, по возможности, по крайней мере, извините, стараться узнать, что они хотят. Это нормально. Нужно запомнить одну простую вещь, что глобально людей всегда волнует одно и то же. Ну, то есть, есть классика мировой литературы, да, там, смерть, любовь, вот это все. И, собственно, ничего не поменялось. Всех до сих пор волнует смерть, любовь, проблемы одиночества, мир во всем мире и прочие штуки. Также волнуют людей вот следующие вещи. Вам кажется, что не волнует, но волнует. Если бы у вас этого не было, было бы жить сильно сложнее. Например, безопасно хранить какие-то воспоминания и вещи «Привет, дропбокс», ну и, конечно же, «Облако мое вру». Повесить самые красивые фотографии на видное место, чтобы гордиться ими и показывать другим. Сейчас эту функцию выполняет Инстаграм. Нужно сказать, что они, конечно, отдали дань тем, кто предпочитает физическую форму и сделали возможность распечатки фоток во всяких инстабоксах и прочих вещах. Причем выглядит это как такие полароидные снимки из каких-то там 90-х. Очень мило, хипстерно, прекрасно. На этом тоже неплохо зарабатывается. Хорошая штука, молодцы. Собрать альбом с картинками и заглядывать на него в поисках идеи – это Пинтерест. Раньше, помню, когда я была молода, были альбомы с тем, что собирали всякие открытки, какие-то вырезки из журналов. Я точно хорошо это помню, мне там прямо страницами из журналов вырывали. Были еще раньше какие-то анкеты, там, я помню, в начальной школе было очень модно собирать анкеты и спрашивать, кто твой друг, там, что ты думаешь, твой психологический возраст. Ну, конечно, не совсем так, но там, напиши мне что-нибудь хорошее. Сейчас эту проблему решают соцсети. Раньше у нас были только вот такие вещи, вот. А проблему с альбомом, с картинками решают такие штуки типа Пинтереста. Их, конечно, есть еще какое-то количество, но мы знаем о Пинтересте, как о самом топовом, как о самом известном. Ну и вот Airbnb – это, кстати, очень хороший кейс, недавно, ну, относительно недавно ворвавшийся на рынок и получивший прям хороший буст и известность. У людей всегда была проблема, чтобы найти в путешествии нормальное жилье и не переплачивать. Раньше у нас для этого, для всего было либо что-то вроде заказа в определенной гостинице, но это, сами понимаете, сложно, вообще никто этим не пользуется. Это можно узнать только через какие-то виральные источники. То есть, там, мой друг сказал мне, что там в центре Берлина есть какой-нибудь бест-вестерн, и ты такой, да, точно, позвоню туда, забронирую номер отсюда, из России. Но, конечно же, по большей части мы все пользовались букингом для таких целей, когда все это было необходимо. Airbnb съел большую часть рынка, большие молодцы, все правильно сделали. Они прям покрыли потребности и людей, которые ищут жилье, и тех, которые живут дома. У них, например, большая квартира, и они, в принципе, готовы какую-то часть этой квартиры на какое-то время кому-то отдать. Достаточно безболезненно, если они спокойно относятся к гостям. В общем, зарабатывают и те, кто хотел второго, и чувствуют себя лучше те, кто хотел первого. Очень удобно. Поэтому обратите еще внимание на эти четыре пункта еще раз. Людей это всегда беспокоило. Даже в средние века, даже когда были телеги и прочие кони и прочие прелести того времени, найти безопасное жилье в путешествии и не переплачивать была проблема. Потому что везде вам говорили, ну, мы же стоим у дороги, поэтому ты будешь платить на 50 золотых больше, чем мог. А вот в том каком-нибудь трактире будешь платить 20, но ты до него еще попробуй дойди, тут дороги-то нет. Дальше все, уж как-нибудь сам ножками. Поэтому вот такие вот дела. Смотрите, как Airbnb. Людей это волновало-волновало. Они такие, оп, и молодцы. И все сделали. Хорошо. Как улучшать продукт? Когда вы уже поняли, что вы хотите делать и нашли идею для фичи. Собственно, два варианта. Либо добавлять новые фичи, либо улучшать текущие. Улучшения бывают намеренные, частотности и применяемости. Намеренные это то, что вы прям сами хотите сделать, то, что вы внутри продукт-команды решили, что делать надо. Улучшение частотности это в смысле того, что люди бы часто пользовались этой фичой, чаще, чем сейчас. И применяемости, собственно, повышения энгейджмента, о котором мы с вами говорили на предыдущей лекции. Чтобы люди вовлекались в продукт лучше, чтобы им было комфортнее и удобнее. Мы тогда рассматривали с вами туториал, вернее, онбординг Spotify, если помните, с тем, что там не надо платить в самом начале. Так что это тоже можно, на это можно смотреть как улучшение применяемости. Внизу ссылка, на всякий случай, прямо здесь, чтобы посмотреть на оригинальную статью. А сейчас, после того, как вы посмотрели некоторое количество слайдов, мы с вами поговорим про тест на пригодность фичи. Это важно, потому что на следующем слайде есть фичи, которые мы будем тестировать. Так что обратите внимание на этот. Очень мало команд задаются этими вопросами. Это всегда грустно, потому что бывает, что мы делаем такое, что через 5 лет вообще не нужно. И хорошо, что если через 5, бывает и через неделю, то уже никому особо и не надо. Бывает через год, конечно, но бывает и через неделю. Это не всегда хорошо. Первый пункт очень важный, совпадает ли фича с видением продукта. Потому что бывают вещи, например, вы делаете Slack, вы делаете мессенджер для удобного общения команд. Больших, небольших, неважно, тем не менее, вы его делаете. И тут вам говорят, а давай мы, короче, сделаем так, чтобы там внутри был Excel, и было бы просто супер круто. Но мы же легкий мессенджер для того, чтобы команды общались, не чувствовали напряга. У нас куча внешних интеграций, зачем? Не-не-не, давай сделаем так, чтобы формулы Excel можно было бы считать прямо там. Это же круто! Все любят Excel? Не все. Но все знают, как там считать. Все будут этим пользоваться. Точно 50% аудитории сказало, что они бы этим пользовались, когда я их так спросил. А еще моя мама, которой 50 лет работы бухгалтером, сказала, что если бы это было, она бы установила себе на компьютер Slack и пользовалась бы им. Поэтому точно давай сделаем, чтобы в Slack был Excel. Но все эти аргументы вы видели, в принципе, на слайдах раньше, и, конечно же, это все не совпадает абсолютно с видением продукта, потому что вы делаете легкий мессенджер для общения команд. Современный, удобный, чтобы всем было хорошо. А Excel хорошо не сделает. Ну, в смысле, может, кому-то, но вряд ли в таком большом количестве. И с видением это точно не совпадет. И будет ли иметь это значение через 5 лет, рассматривая Excel, но как бы он и сейчас уже не то, чтобы сильно имеет значение. Да, у него остались достаточно внушительные позиции, потому что этот продукт царил на рынке какое-то очень большое время. И многие люди до сих пор им пользуются. Но, тем не менее, через 5 лет, я думаю, что будет еще 100-1500 миллионов каких-то продуктов, похожих на Excel. И вряд ли вам нужно будет именно ту формулу использовать в своем Slack, чтобы люди могли получить какой-то результат. Все ли получат выгоду? Очень хороший вопрос. Как я уже говорила, 50% сказали, что они бы пользовались. Это ничего не значит, потому что 50% может тех, которые вообще один раз зашли, потом вышли, и потом больше ничего не надо. Нужно смотреть на всю вашу аудиторию и задаваться этим вопросом относительно всех пользователей. Улучшит ли текущий флоу продукта, дополнит его и обновит? Ну, в принципе, конечно, да. Ну, то есть, как бы, формулы из Excel чем-то помогут. Но, как бы, обновит ли это Slack? Ну, не знаю, я бы не была так уверена. Может быть, вы действительно притянете какое-то количество бухгалтеров и людей, которые имеют опыт работы с Excel, но ваша ли это аудитория, то ли это, чего вы действительно хотите? Ну, я сомневаюсь. Растит ли это бизнес? Ну, нет. Но тут просто однозначно нет, потому что это вам ничего не поможет. Даст ли новый путь взаимодействия? Нет, не даст. Все пути будут старые, но геморроя будет точно больше. Особенно, как вы будете это внедрять. Это прям я предвкушаю. Конечно, не предвкушаю. Вы, конечно, этого делать не будете, потому что вы все это прочитали. Но я бы предвкушала, если бы вы этого не видели. Если успешная фича, можем ли мы позволить себе поддерживать ее? Это очень важный пункт, потому что многие про это забывают. Некоторые вещи требуют постоянной технической экспертизы, постоянного обновления, постоянного техобслуживания. Особенно, конечно, это связано с какими-то хардварными продуктами, то есть с разработкой непосредственно каких-то, собственно, вещей какой-то техники. Если вы там что-то внедряете в, допустим, колонку, а потом оказывается, что вы не можете это обновлять, не можете это поддерживать, лучше бы было бы это не делать. Потому что потом вам придется от этого отказаться, и пользователи расстроятся, ну и, в общем, вы сами знаете, что будет дальше. А потом юнит-экономика такая, и все. Так и бывает. Можем ли мы задизайнить так, чтобы получить больше пользы за меньшее количество усилий? Это не всегда срабатывает, на самом деле. Этот пункт нужно рассматривать, и нужно над этим думать, как это все облегчить, как сделать легче внедрение, как сделать процесс разработки проще для команды. Но это не всегда бывает так, потому что бывают реально сложные вещи, которые очень тяжело делать, но они нужны. Мы дальше будем про это говорить. Пока что на этом остановлюсь. Хороший вопрос девятый. Обратите на него внимание, обращайте вообще на него внимание. Они всегда, даже в обычной жизни, можем ли мы это сделать хорошо? Потому что если вы не можете это сделать хорошо вообще, или вы не можете это сделать хотя бы нормально, пожалуйста, не делайте. Если вы сделаете это плохо, еще потом всем 713 тысячам это покажете, они расстроятся. Вы расстроитесь, все расстроятся. Ну и последний пункт. Можем ли мы хорошо понять ее состав? Состав фичи имеется в виду. Говорить здесь стоит о том, можем ли мы ее декомпозировать до достаточного уровня. Можем ли мы разобрать какую-то большую фичу на достаточно какие-то мелкие задачи. Это очень важно, это имеет большое значение для разработки. Вы об этом услышите в следующей лекции. Нужно уметь декомпозировать, потому что мы хотим сделать классные рекомендации. Не хватит для того, чтобы сделать классные рекомендации. Конечно, задел неплохой, но этого как-то маловато. Потому что если вы с этим придете к программистам, ну они, может, и сделают. Но определение классности у каждого свое. Поэтому если вы хотели, чтобы вам советовали какие-то поп-композиции по поп-композициям, а вы пришли к программисту, который любит там трип-хоп, и теперь вам будет трип-хоп по каждой композиции, для него это классно. А для вас, ну не знаю, может быть и не то. Запомнили эти 10 пунктов, приготовились перелистывать слайд туда-сюда. Да. Флоу продукта имеется в виду поток, имеется в виду, собственно, его развитие. Вот. Процесс. Будем тестировать сейчас фичи по 10 пунктам. Ну поехали. Возможность узнавать, кто играет в группе, пока играет песня. Какая это фича? Хорошая, плохая, пригодная, непригодная? Музыкальный сервис. Не, можно в целом, можно несколько пунктов хотя бы назвать. Ну, да, окей. Не факт, что все вообще будут ей пользоваться. Вот как бы проблема в чем. Так, еще. Сложно реализовываться, она типа, база на нацель стоит. Максимально сложно. Просто вообще Unreal, как бы. Ну, не то, чтобы совсем Unreal, но, как бы, если все это умножить одно на другое, то получится достаточно странно. Окей. Еще. Есть какие-нибудь пункты отсюда? Не улучшит. Не улучшит. Ну, она что-то может дать вообще хорошего? Новый путь взаимодействия. Это правильно, да. Вряд ли она простит бизнес. А как она даст новый путь взаимодействия? Ну, то есть у вас будет еще один вариант, как пользователь может с сервисом взаимодействовать. То есть так-то он песню слушал, а тут он еще во время проигрывания песни еще, как бы, условно говоря, идет чуть глубже и пользуется еще чем-то, что в вашем продукте есть. То есть это новая точка соприкосновения. Ну, не то, что новая, но одна из. Но, тем не менее, она действительно не улучшит весь процесс работы с продуктом. Она не улучшит какие-то суперхарактеристики. На самом деле принесет она ли вам деньги, как вы думаете? Вот. Это вопрос, которым вы, как вы поняли, из предыдущей лекции должны всегда задаваться. Его здесь нет, но, как бы, он априори есть. То есть всегда вы должны спрашивать себя, это нам даст что-нибудь? Конечно, все это хорошо. В первую очередь пользователи. Понятно, прекрасно. Но вы должны не забывать о себе и о том, что вам на что-то жить и в магазин ходить. И от того, в какой вы магазин будете ходить, как бы, в смысле, от того, принесет ли вам эта фича что-нибудь или нет, зависит то, в какой магазин вы потом пойдете. Ну, так что будьте внимательнее. Окей, хорошо, понятно. Автоматически напоминать о забытом письме, если мы делаем что-то для почты. Ну, это опционально. Это зависит от того, какому пользователю. Например, есть пользователь, которому действительно важно не забывать о пить. А есть пользователь, которому приходят там 10 тысяч сообщений. Если у него еще будут напоминания, то зачем оно ему надо? Если это опционально, то это хорошая функция. Если нет, то можно включить функцию, отключить. Да, да, еще. Есть какие-нибудь соображения? Что значит совпадать среди продуктов? Ну, вы делаете, если относительно этой фичи, например, вы делаете почту. Какая основная задача почты? Писать письма. И получать их. Получать. На самом деле статистика показывает, что по большей части это получать письма, чем писать скорее. Да. В общем, обменивается информацией максимально качественно, желательно быстро. И заменять, собственно, все те функции обычной почты, которые нам сейчас пользоваться ужасно неудобно. Вот. Так вот, напоминать о забытом письме. Это совпадает с видением продукта? Да. Совпадает с видением продукта. Окей, давайте еще что-нибудь. Мы можем сделать это легко. Мы можем сделать это действительно легко, это правда. Нет. Поддерживать вообще ничего не стоит, действительно. Ну, если она не вырастет, бизнес вести не будет. Преклят, где еще там денем. Почему? Не факт. Почему? Ну, рассылка. Допустите, я пришла рассылка к какой-то программе. Но они мне еще не помнят. Это же гимнение, что пришло. Я уже все. Ну, смотрите, дело в том, что, как минимум, она, эта фича может увеличить конверсии. Ну, в смысле, не конверсии в плане денег, а конверсии в плане захода вообще в продукт. То есть, если у вас напоминаний никаких не было, а тут они появились, то, собственно, теперь вариант того, что пользователь туда зайдет, проверит, этот вариант есть. Ну, вернее, этих вариантов стало больше. Тут, смотрите, есть такой момент. Не обязательно вы представляете себе напоминание, как что-то большое, красное, в половину экрана, которое вам такое, ну, нажми на меня. Ну, пожалуйста, нажми. На самом деле, сейчас в почтах это реализовано немножко по-другому. В нашей почте Mail.ru и в Gmail реализовано это следующим образом. Если вы, например, не ответили на письмо, которое вам написали, живой человек, в смысле не рассылка, живой человек, через три дня, у вас рядом с этим письмом, с другой стороны, появляется надпись. Там, вы не ответили на это письмо, прошло три дня, хотите ответить? То есть, никаких пушей вообще. Но вам так нежно говорят, там вообще-то люди ждут. Вот, а если это бизнес-партнеры, то, в принципе, это важно. А если у вас поток очень большой, и у вас этих писем по 50 в день, было бы неплохо вообще, в принципе, иметь в виду, что вы можете что-то забыть и на что-то не ответить. В общем, да, это действительно можно сделать опционально, если это пуш, вы правы. Но если это не пуш, а вот такое обычное просто дополнение в строчку, кажется, что стоит делать, потому что денег не стоит, польза есть, вариант новой взаимодействия есть. Это, считайте, новый какой-то путь работы вообще с письмами, немножко другая история. И мы можем сделать это действительно хорошо, потому что это несложно, быстро, дешево и вообще приятно. Окей, добавить в соцсеточки шаринг сообщений в чате. Вот, да, вот сейчас я объясню. Вы общаетесь в Телеграме с другом, просто. И тут у вас есть опция пошарить сообщения. В соцсети. Вот, да, 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 вот такая вот фича. Нет, вы общаетесь в Телеграме. У вас приятно, у вас личный чат, допустим, какой-то. Или личное, так уж, как уж совсем личное выкладывать, это как-то совсем, да, неприятно. Допустим, у вас вот наш чат с вами в Телеграме. И мы добавляем опцию пошарить сообщения в соцсети. Берем так, жамкнуть кнопку «Рассказать в Фейсбуке». Вся наша переписка на стене в ВКП. Нет. Да, да. Что думаете по этому поводу? Ну, это может быть своеводитель. Ну, да. Могут, можно закладывать людей, но... Вода это где-то противоречит, возможно, особенно если с Телеграмским. Нет, все верно, верно. Тут как бы не все фичи должны быть реализованы. Вы как бы, смотрите, я понимаю, вы правильно качаете головами. Это действительно абсолютно нелепая вещь, которая не нужна в чате. Но вы будьте готовы, что если вы будете работать к продуктам, к вам будут подходить с такими идеями. И говорить, давай... В Инстаграме часто выкладывают там вот переписку, то есть как бы, может сработать, вместо того, чтобы, конечно, от экрана делать. Ну, да, но дело в том, что делать скриншот экрана частной переписки как бы тоже не то, чтобы очень хорошо. Если это не сильно реализовать, то, в принципе, это как бы... То есть ты по случайности сделал скриншот? Нет, но он не скриншот. А пошагил? Да. Четыре часа утра. Допустим, вы писали курсовую, очень устали к четырем часам утра и с кем-то переписывались в это время. И мисклик сделали, и теперь у вас в Фейсбуке все знают о том, что вы... Как вы эту курсовую пишете, какими методами вы пользуетесь, и что вы думаете о том человеке, для которого вы ее пишете? Отмена красная большая. А мы только про шаринг сейчас, не про кнопку отмена. Можем сделать, как форматировать флажку в Windows, и там пока 30 раз на окне наждаешь, и она форматируется. Ну, так вот стоит ли это делать-то тогда вообще? Делать будем? Не будем. Хорошо, правильно, молодцы. Добавить работу с таблицами, а, как в Excel в сервисе типа notes, не в Slack. Да, вот заметки какие-нибудь такие, знаете, стикеры, стикер notes и всякие такие штуки. Ну, в целом, это опять, ноут есть, и это может пригодиться. Если это за дизайн непрост, это тогда просто выполнить, и в простом принадлежении принадлежит. Если ты в студенте на лекции открыл табличку, и тебе лень писать все ручками, считать по принципу, когда ты ведешь табличку нарисовал, ну, это смотря какого количества пользователей мы привлечем, надо провести исследование и понять. Неплохо, глубоко. Нет, действительно, неплохо, глубоко. Но давайте еще раз вернемся к изначальной вообще цели сервиса типа notes, ну, вот этих вот всяких записок. Зачем? Просто прислезать. Да. Вот у вас реально есть какие-нибудь, вот вы пользуетесь вообще такими вещами похожими? У вас там есть больше, чем на 10 строчек чего-нибудь? Да. Есть? Копипаста, да? Откуда-нибудь? Сами написали, молодцы. Окей. А, домашка. Окей, домашка ок, ладно. Хорошо. Но реально, сколько времени у вас занимает написать заметку? Ну, это смотря, вот, новость, он предоставляет просто секунду, заметно, там, сходить в магазин, еще что-то, а есть, допустим, заметные, как вот, ну, блокнотики у многих, которые их введут, записывают себе, что это будет полнооценно, то, ну, или те же тетрадка в лекции. Там, место Word'а я бы пользовался вам долго. Если бы там была, у нас была табличка, если бы она была экселерская, я в вас пользуюсь. Да, вообще-то, ну, где надо записывать итоги, начну встречку, правильно. Смотрите, но тут есть, как в Excel, работа с таблицами, как в Excel. Клатформу, я просто, что-то не знаю. Крошки, флот, просто не пригоди. Те, кто в Балтии, в бытии, там, изучают, как бы, снижают, как бы, снижают, как бы, снижают, как бы, снижают. Это какой-то очень специфический круг людей. Там очень много всего. Вот, вы правы, и вы правы, на самом деле, потому что, в принципе, есть вариант реализовать эту штуку, например, просто сделать возможность создавать таблицу, то есть не делать там, там, сумма с процентами, делить на что-нибудь, на небо, на людей, и всякое такое. Можно просто сделать вариант вставить таблицу. И это будет круто, и это действительно будет удобно, и этого не хватает. Такие штуки типа таблиц, нумерованных списков в заметках подойдут. И это будет приятно, они будут более структурированными, ими потом легче будет пользоваться. Возможно, пары формул типа, там, суммы и всего такого, это неплохо. Но тогда лучше делать не экселевскими вещами, а просто обычными операторами. Ну, то есть, там, плюс это сумма, если у вас там есть сначала знак равно, и всякие такие вещи. Окей, хорошо. Берем, но с оговоркой. Допустим. Вернуть стену в ВК. Нет-нет-нет, как в смысле, верни мне мой 2007-й. Вы, наверное, не помните, так я вам расскажу. Раньше, собственно, в ВК был совсем другой формат ленты. Да, и там была прямо стена, там были сообщения. Не как сейчас, сейчас это есть, но тогда это все было прямо по-другому. Там были другие объемы, собственно, и текстов, и всего прочего. И когда, собственно, этот фичу, этот вариант убрали, люди где-то, наверное, год писали дуров, верни стену, и посвящали этому достаточно много времени. Если мы сейчас там что-то сделаем, то есть два... Да, 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 вот. А вы не так уж и молоды, я хочу вам сказать. Так что... Мы тогда начали. Ну, и тогда начали, да. Тоже неплохо. Так чего? Будем стену-то возвращать, Людям? Нет. Почему? Это же неплохо. Еще почему? Это не принесет нам новый флоу. Нет. Правильно. Ну, кто-то пошарит этот флоу, может, на время повысится, потом сразу упадет, значит, скажет, что это неудобно. Да, это уже неудобно. Проходят для этого флоу. Почему еще не будем делать? Ну, потому что есть твиттер, например, в тот же садаре. Если хотите пользоваться микробломом, пользуйтесь твиттером. Люди возвращаться в батаре стены, как бы, уже не будут. Это... Это разумно, это разумно. И вы правы. Да, и формат действительно сейчас другой, но не говорите таких вещей, потому что идите в другой продукт. Идите в другую соцсеть, че вы? Ну, не надо в нашу идти за эти... Но вы правы. Это правильно, это абсолютно верно, да. А чего еще? Почему еще-то нет? Ну, она не обновит. Не обновит это. Я вам это хорошо. Да, чтобы сделать это, он будет всю соседию, перетирать все из сих пор. И через пять лет не будет иметь значения. Да, вообще. Да, через два дня не будет иметь значения. И воспоминают, ой, как было классно все, и через день не будет. Можно было бы сделать ивент такой, а потом обратно сюда. И давайте сейчас... Где там у нас... Какой же это пункт? Мы можем... Да, вот, кстати, седьмой тогда и девятый пункт про то, что вы говорите. Сделать это на пару дней, а потом вернуть. Можем ли мы это поддерживать, и можем ли мы это сделать хорошо? Вы прикиньте, как бы на пару дней чисто всю соцсеть поменять. Че нет? А! Ну ладно. Об этом мы с вами поговорим на следующей лекции. Вы узнаете, почему нет, и почему не стоит это делать. Кто-то там еще что-то говорил? Я говорила, что это может быть, оно очень ресурсно затрата, но не менее, и очень биорабельная, крутая акция. Если бы, допустим, кто-то вписался в челлендж, который был в тап, и в рамках этого челленджа, ну, реально там, не знаю, кого-нибудь, скатил, ставил стену, это было бы определенно биорабельное. Вот, вот, вот. Да. Это вот абсолютно верно. Это похоже на то, что говорили вы, но тут чуть больше понимания. Ну, в принципе, понятно, почему. Понимания больше. А не будет портить репутацию продукта, то, что он признает как в себе ошибку и возвращает к вам? Будет, конечно. А не, это как в ухажки будет? Нет, нет. То, о чем Маша говорит, она предлагает, собственно, вот то, что вы говорили, там, на два дня вернуть. Действительно, было бы для тех, кто уже там за зоо, прикольно бы вспомнить вообще, что там было, когда мы были юны и веселы, что, конечно, примерно так, но не совсем сейчас. Но насколько это технически реализуемо, это большой-большой вопрос. То есть можно сделать действительно на какую-то часть пользователей безопасно просто взять и раскопать старый код, вернуть им, там, каким-нибудь паре блогеров, если они, там, этого хотят и согласились освещать это событие, этот вариант. Но на всех раскатывать старый продукт, а потом снова менять на то, что было, не надо так делать. И чего? Так сделали же это новый дизайн в сообщении, старый дизайн. Не, ну, как бы, дело в том, что можно выбрать там фон в сообщении, можно там тему выбрать в почте, но выбирать между старым продуктом и новым продуктом, вот это уже какая-то странная вещь. Ну, достаточно такая сенситив, как-то щепетильный вопрос, вот. Я бы, я бы, я бы, в общем, не стала. Не знаю, как вы. Для консервативных людей? Ну, это как бы для консервативных, и на самом деле, вот, смотрите, вы вернете старую тему и оставите ее, допустим, так, если мы берем вариант работы с двумя одновременно. То есть вам-то старая вообще уже не нужна. Вы вернули ее вот тем, которые протисели 2007-й, собственно, вместе с этим, чтобы сентябрь горел. Тут как бы такая еще вещь получается, что вы ее так вернули и оставили, потому что вы ее поддерживать, ну, хотите, вы будете ее поддерживать, вам это надо? Нет, конечно, не надо. А те люди, которые сидят на новой версии, они будут постоянно смотреть на новые фичи, получать обновления, пользоваться, там, всеми плюшками, которые появляются, там, смотреть сториз в Контакте, ВКонтакте тоже есть сториз, если вы не знали, вот. Да, делать всякие, там, чего у них, там, писать статьи, у них сейчас тоже можно, там, слушать подкасты, какими-то еще вещами заниматься. Вот на новой версии люди все это смогут, а на старой версии нет. Нет, будут ли они страдать от этого, те, кто на старой версии? Скорее всего, что немножко будут, но не факт, что сильно, потому что все-таки им дороже 2007-й, чем новый экспириенс. Такое тоже бывает. Так, что у нас осталось? А, да. А, нет, вот, добавить в Telegram функцию сториз. Нет, 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 это круглые аватары. Это не функция сториз. Нет, это не сториз, это просто аватар. Это же мессенджер. Это не совсем приходно для этого, скажем так. Ватсапу это не публикает. Ну, ватсапу это не публикает. И ютуб тоже. Кстати, да. Ватсапе не стоит? Просто, мне кажется, когда у меня есть какой-то фич, который уже есть в каком-то сервисе, то это обязательно будет. Более всего, это называется. Более всего. Потому что типа это повторно. Это да, это вы тоже правы. Но давайте на первый вопрос ответим. Вспомним вообще, как себя Telegram позиционирует. Защищенный мессенджер. Защищенный мессенджер. И тут вы такие. Красивый мессенджер. Сториз, смотри. Смотри, как я ем булку сегодня. С подружкой. Классно, да? Защищенный сториз, правильно. Ведь это очень дешево реализовать. Да, киллер-фича, еще и криптографии все это там. Обмазать вообще прекрасно. Еще и саморазрушаемые давайте сториз еще будем делать. Сториз, которые могут видеть только определенные люди. Чтобы унизить тех, кто есть у вас в мессенджере. Которые в 19 власти не распадаются. Да, 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 да. И что-нибудь им... Давайте ограничивать еще сториз по... По симпатичности аватарки. Вот просто прекрасно. Полезно. Полезно и слегка унизительно. Я бы вот расстроилась, если бы ваши сториз не увидела. Я бы все сразу приняла при себя тогда. Если бы знала эту фичу. А как вы думаете, если мы это не в Telegram добавим, а в Tinder? В зависимости от того, как у вас дела. Вы может и нет, а кто-то может и да. Просто аудитория Tinder состоит из адекватных людей. Хорошо, что есть вторая часть, потому что я уже подумала, что... А часть, которая неадекватная, она может выложить в виде сториз. Все, что... Так это сейчас есть видео, и где... Не радио, и где-то... Это же просто смысл фигура. Да, ну все, а вот где она будет. Выкладывать на 24 часа на сайте для знакомств. Ну... Да, и кто это будет, где-то не рисовать? Типа, кто будет смотреть на тебя и рисовать? У него такой, ты лайкнул, и потом все. И ты как бы тебе не лайкнул, и ты забыл этого человека. Так посмотрел его сториз, 20 минут было, и все. Просто непонятно, где это будет, потому что там немного длинный формат, нежели чем в сеть. И кто будет смотреть, у тебя нет ли друзей там? Все там нет друзей. Нет, правильно, правильно. Нет, друзья в Tinder списываются. Да, когда вы, как это, непонятно. Здесь час круче? На самом деле, да, вы правы, это действительно достаточно вообще спорная вещь, которая, пожалуй, подходит к соцсетям только. И то, скорее всего, наиболее органично она смотрится в Инстаграме, потому что там, собственно, фото и видеоконтент. Поэтому сториз там нормально заходят, и понятно, зачем они нужны. Все, в принципе, остальное так себе как бы аргументировано. Ладно, неплохо, молодцы, молодцы. Мы? Нет. Вы, конечно, как хотите, но я нет. А если только каналы, они же вроде публичные, там много человек подписаны. Легче и проще выложить видео на самом деле. Там же можно записывать видео и выкладывать. Если вы будете... Давайте представим такой себе кейс, вернемся тогда на этот слайд. Представим, что вы Мэш, на который подписано сейчас сколько? Какое-то дикое количество, по-моему, миллионов человек, да? Мэш. Новостной канал в Телеграме. На Мэш подписано сейчас где-то 522 тысячи подписчиков. И вы шлете новости примерно по 10, 15, 20 сообщений в день. И представляете, сколько у вас будет сториз, если одну новость, в принципе, можно разбить на, там, 10-15, наверное, видеоисторий. Это же просто дичь. Вы смотреть это будете? Конечно, не будете. Вам легче какое-то что-то типа видеорепортажа записать и выложить, чем моментами говорить, а теперь мы покажем тебе вот этот край самолета, а теперь вот этот край самолета, а теперь вот этот край самолета, а теперь еще что-нибудь покажем. Ну, то есть, это вряд ли тоже хорошая тема. Так, давайте продолжать. Features and physics envy. Это, я сейчас объясню, что это значит. Тут ничего страшного нет. Тут про, собственно, то, что я уже говорила. Делаем мы эту фичу или не делаем. Просто есть такое явление вообще в жизни. Называется physics envy. Это такая штука, когда люди, например, которые не связаны с физикой, пошло изначально оттуда. Люди, которые не связаны с физикой, завидуют тому, как физики обосновывают свои работы. Ну, условно завидуют. Они могут сами это не понимать. Они такие, опять они написали там отчет в 150 тысяч страниц. Конечно, это же физика, тут же можно это написать. Вот product management тут такого не напишешь. Напишешь. Ну, вот, конечно, конечно, вот, physics envy, это вот про слово, конечно. Многие как-то тоже в продуктовом менеджменте думают, что, ну, конечно, конечно, тут всем это понравится. Конечно, конечно, вот эти сделали, конечно, им легко это сделать. Они же там Instagram. Конечно, просто делать это когда-то Instagram. А мы тут какой-то сервис непонятный, конечно, у нас ничего не получится, ничего не будем делать. Поэтому тут нужно помнить про, собственно, время, которое занимает внедрение фичи, это по вертикали, и как люди будут эту фичу оценивать. Потому что вы, конечно, конечно, можете смотреть на все другие сервисы и думать, что вы никогда так не сделаете. Но нужно отдавать себе отчет, что если есть какая-то вещь важная, и вы можете людям что-то предложить, может, это, кстати, это может быть похоже на то, что есть в другом продукте, но вы можете привнести в это какое-то совершенно новое качество. И тогда это будет работать на самом деле. Если вы можете это сделать, то от больших затратных каких-то задач отказываться не стоит. Тут про, на следующем, на этом уже слайде, про затраты на то, чтобы внедрять эти вещи. Тут есть несколько сторон у этого прямоугольника. Насколько это затратно по разработке, там, высоко и низко. Насколько это оценивается пользователями. И тут бывают действительно такие вещи, что, например, significant backend changes и достаточно сильные изменения, внедренные в backend продукта, собственно, в саму разработческую часть. И, например, какие-то небольшие перемены, внутренние проекты и прочее. Это не очень оценивается. А регулярные, ну, постоянные какие-то фичи, которыми вы кормите пользователей, типа там, не знаю, новые кнопочки, обновления минорной интерфейса и прочего такого, это оценивается получше. И quick wins, их достаточно сложно найти. Но мы уже с вами говорили про онлайн-магазин, что достаточно кнопку регистрации сделать нормально. Это quick win, и получится быстро, хорошо и классно. Здесь этот слайд для того, чтобы показать, что, да, действительно нужно искать quick wins, но я топлю очень сильно за то, чтобы не забывать про левый верхний угол, про важные перемены в backend продукта, в его код-базе и прочих вещах. Пользователи это не оценят. Ну, как бы, они не очень поймут вообще, что произошло, и в лучшем случае, скорее всего, и хорошо бы, чтобы они не увидели, что что-то случилось, вот, чтобы они вообще не поняли, что произошло. Но есть такие вещи, которые делать надо постоянно. Переходить на какие-то новые версии языка, или использовать какие-то новые фреймворки. Это необходимо для нормального развития продукта, потому что, если вы это делать не будете, то потом в новые фичи внедрять будет очень сложно. Этого никто не увидит, но это делать надо. И мы поговорим чуть позже еще, я покажу слайд про технический долг, вы об этом больше узнаете, и больше обсудим на следующей лекции. Так, чего у нас там по времени? Нормально. Еще немножко пойдем дальше и поговорим вообще про роадмапы, и как их делать, и насколько их делать, и почему настолько. Здесь вы видите принцип 666, который взят у Интеркома в этом случае. Они говорят о том, что можно делать такие вехи, майлстоуны продукта, как 6 недель, 6 месяцев и 6 лет. Где вы видите себя через 6 лет, где вы видите свой продукт через 6 лет, на самом деле неплохо бы знать ответ вам на этот вопрос. Потому что если вы понимаете только на 6 недель развития продукта вперед, то это не то чтобы очень хорошо. Потому что это значит, что вы руководствуетесь только какими-то ситуативными решениями. То есть что-то случилось, вы что-то поменяли, и окей, и в принципе бог с ним. Но вам необходимо иметь вижен продукта, необходимо понимать, что в нем должно быть, на какие пользовательские проблемы вы отвечаете и какие проблемы вы решаете, что вы с этим делаете. Вот это про 6 лет. Про 6 месяцев это необходимо для того, чтобы понимать именно роадмап. Не просто процесс, не просто как вы работаете из недели в неделю, а что вас ждет дальше, чуть дальше, чем ближайший релиз. Если это мобильное приложение, то релизы происходят на самом деле достаточно часто. Это там 1-2 недели. Раз в 1-2 недели обновляются мобильные приложения. Но вы должны понимать, что у вас будет через полгода в том числе. Потому что иначе вы можете делать какие-то беспорядочные движения и не дойти, собственно, до цели. Как найти цель, мы поговорим в конце этой лекции. Сейчас я вам расскажу про то, какая цель должна быть. И что можно сделать, чтобы, собственно, 6 ближайших недель в вашем продукте были чуть легче, чем они, в принципе, есть у других людей. Это про смарт-цели. Я уверена, что вы видели это вообще миллион раз. Потому что, скорее всего, вам показывали это на каких-то общих занятиях по каким-то более-менее общим дисциплинам. Вы читали про это в интернете. Про личную эффективность, когда говорят, обязательно тоже про это всегда упоминают. И прочее, прочее, прочее. В общем, смарт-цели. Это, конечно, банально. Не очень я могу себе простить то, что я из года в год вставляю слайды в эту лекцию, но эта штука работает. Объясню почему. Потому что конкретные, измеримые, значимые, ограниченные во времени и достижимые цели – это, блин, очень важно. Это очень-очень важно. Вы должны понимать, что вы делаете. Вы должны понимать, за сколько времени вы это сделаете. Как вы хотите это видеть. Каким это должно быть в конце. И насколько это значимо. И вы должны формулировать цели для своего продукта максимально конкретно. Вот это пример. Смарт и не смарт-целей. С красненьким не смарт, с зелененьким смарт. Хочу накопить денег – это не смарт-цель. Хотя, конечно, начинание, в принципе, неплохое. Тут я понимаю, что рано или поздно этим вопросом люди начинают задаваться. И это на самом деле неплохо, но есть опасность того, что вы ничего с этим не сделаете. Потому что копить можно по-разному. Можно откладывать одну копеечку в день, можно отложить один раз в год пять тысяч, а можно, не знаю, в принципе, ничего не делать весь месяц и в конце положить 30 рублей на счет. Это тоже откладывание, но здесь необходимо поставить себе действительно понятную измеримую цель. То есть, сколько вы хотите накопить и за какой промежуток времени. И, конечно, понимать, что вы это сделать можете. Потому что если вы зарабатываете определенное количество и можете себе позволить 100 тысяч накопить, откладывая определенное количество, это хорошо. А если вы, конечно, хотите просто накопить 100 тысяч и ничего при этом не делаете, это уже, конечно, сложновато. Это уже вызывает некоторое количество вопросов. Хочу картинку с котиком на сайте. Имеется в виду, что это ваш сайт, и вы занимаетесь его разработкой. Если вы приходите к разработке и говорите «хочу картинку с котиком», будьте, блин, уверены, у вас посередине, посередине главного лендинга будет картинка с котиком, причем любым, причем не самым красивым, причем рандомным, которого нашли из интернета. Все коты прекрасны, ничего не хочу сказать, никого не хочу обидеть, но как бы бывает более и менее симпатичные. Это, в принципе, нормально. Если вы конкретно задачу не поставите, где вы хотите ее видеть, когда вы хотите ее видеть, какой там должен быть кот, и еще не назовете человека, которым этим будет заниматься, у вас в лучшем случае будет картинка с котом посередине. А, скорее всего, картинки с котом не появятся, потому что что, блин, это значит вообще? Это просто максимально непонятная абстрактная вещь, которой непонятно как заняться. Здесь вы видите смарт-реализацию этого запроса. Хочу с котиком на всех страницах сайта в правом верхнем углу в ближайшем спринте. Что такое спринт, поговорим на следующей лекции. Это период времени в рамках методологии Scrum, по большей части, ну и в рамках agile методологии вообще. Картинку с котиком необходимо приложить к задаче, просто чтобы вы понимали. Еще раз, на всякий случай. Это очень важно. Поверьте, не переоценивайте. У меня недавно был похожий кейс. Я говорю, поменяй, пожалуйста, в карточке так, чтобы вот здесь отображалось, чтобы запрос не отображался, чтобы внизу был ответ. Мне поменяли, мне сделали пустую карточку абсолютно, и внизу мелким шрифтом написали ответ. Но я же имела в виду, чтобы посередине большими буквами, «А ты что сделал?» Ну я же... И я поняла проблему, это была моя на самом деле, что я не сказала, как написать, но я же подумала, он же все понимает. Он же разумный и умный человек, у него же куча опыта в разработке. Это действительно так, но думать так не надо. Ваша задача быть максимально конкретными и хорошо ставить задачи. Ваша задача ставить задачи. Так, победим. Продолжим про roadmap и про общие принципы его составления. Это было про цели в общем. Для того, чтобы сделать нормальный roadmap, необходимо понимать действительно, к чему вы идете и за сколько вы примерно хотите к этому прийти. В принципе, roadmap — это такая штука, которая отличается от плана. Отличается она от плана тем, что конкретных сроков, что-то типа по неделям, в roadmap нет. Roadmap — это, если дословно, дорожная карта. То есть у вас есть некоторые пункты, по которым вы хотите проехать, до которого вы хотите пройти. И вы понимаете, в каком порядке эти пункты расположены. Вы же, когда, если отправляетесь в путешествие, вы обычно же не делаете, я надеюсь, путь себе примерно вот такой вот. Типа я пойду вот так и вот так и вот так. Вы обычно делаете достаточно конкретную вещь, что от этого места до этого места лучше дойти прямо или обогнув вот это. И если я хочу посмотреть еще по пути что-то, то обязательно нужно зайти туда, туда и туда. Roadmap — это такая же вещь, только про продукт. Еще раз, отличается от плана тем, что нет конкретных сроков. Это важно. И это очень хорошо — делать roadmap, а не планы. Потому что вы больше делаете упор на продуктовость, чем на время. От вас всегда будут требовать сроки. Это, в принципе, нормально. И вы их должны уметь считать и рассказывать. Об этом мы на следующей лекции поговорим. Но вы должны понимать, что за чем в вашем продукте идет. А уже только потом планировать. Иначе это, к сожалению, не работает. Roadmap можно разделить на несколько разных пунктов. Это взятые статьи интеркома, которые есть в списке литературы в конце. Я не полностью про нее сейчас расскажу, потому что есть моменты, на которые стоит уделить отдельное время. Например, roadmap может состоять из ваших новых идей. Это то, что вы придумали сами своей продуктовой командой. Это не просто то, что вы с пользователями поговорили. Это просто понятно. То есть априори то, что пользователи просят, то, что решит их проблемы, это все понятно. Но есть какие-то ваши внутренние хотелки, которые вы хотите сделать. Здесь они рассказывают про то, что они хотели сделать так, чтобы в их чатах можно было пользоваться смайликами. Какое-то время назад было нельзя. Но никто не просил. Людям было не надо, потому что они использовали чаты для работы. Как бы это же все серьезно. Тут не до улыбок и не до вот этого всего. Но ребята все-таки эту фичу внедрили и получили очень позитивный фидбэк после этого от пользователей. Хотя это была их собственная инициатива. Никто особо про это их не спрашивал. Здесь и про эмодзи, и про стикеры идет речь. А так как у нас сейчас там гиф и стикер мышления, ну, я ногу даймин. Это очень такая приятная вещь в целом получилась. Да. А вот если анализировать все наши предыдущие занятия, то вы говорили, что когда мы проводим, допустим, кассы мэрдбеллтмент, мы можем понять, нужна ли эта фича, или не нужна. Вот, допустим, вот эти акты, они проводили какой-нибудь? Конечно. Конечно. И мы, скорее всего, опять же сказали, если это чат для работы, то как-нибудь они каким-то образом перевели дело в так, что люди, скорее всего, говорили, да, зачем мне там вот этот плачущий смайлент, который удивлен и не вор в очках, то как они... Я думаю, что дело в том, что, скорее всего, большинство исследований базировалось на том, чтобы покрыть основные потребности пользователей. То есть это какое-то корпоративное и бизнес-общение. Но дело в том, что в термин «общение» входит в том числе взаимообмен некоторым количеством эмоций. Всегда. То есть даже в работе. Ну, если честно, особенно в работе. Так обычно бывает. Люди не всегда это оценивают. И поэтому ребята просто копнули глубоко в пользовательские потребности в принципе, в потребность коммуникации. И нашли то, что людям легче, проще выражать свои эмоции не словами, а используя, собственно, вот такие графические элементы. То есть, скорее всего, им сказали просто, что важно общаться. Они копнули дальше в само понимание общения и, собственно, вот пришли к этой вещи. В общем, новые идеи — это хорошо. И это важно. Но не забывайте, что они должны быть адекватными. Адекватными. То есть вот копнуть в понятие «общение» и внедрить такую штуку — это хорошо. А, не знаю, пришивать... В общем, ничего ни к чему пришивать от разных концов не надо. Так делать не стоит. Давайте так. Что важно помнить вообще про продукт в принципе — это итерация над уже запущенными фичами. Дело в том, что у нас бывает такое, что мы доделываем какую-то фичу, думаем, ну, все, выехала. И благополучно про нее забываем. Хорошо, если про фичу, а не про продукт в принципе. Типа сделали, положили, забыли, ушли дальше какими-то новыми, классными, амбициозными целями заниматься. Так делать не стоит. И стоит какое-то время, хотя бы первое, над запущенными фичами проводить итерации с улучшением. То есть последовательно, регулярно к ним возвращаться, смотреть, что мы можем там сделать. Какие-то идеи относительно них генерировать, думать, как мы будем мерить это все, как мы будем это разрабатывать и прочие-прочие штуки. Это важно. Нельзя забывать над тем, что вы в продукт уже внедрили. Потому что улучшать его нужно системно. Нельзя улучшить. Если провести аналогию со спортзалом, странно будет увидеть... Вы, наверное, видели мемы по поводу людей, которые пропускают дни ног. В общем, не надо делать так, чтобы ваш продукт выглядел так, будто пропускает дни ног. А если вы будете делать только новые фичи и забывать о тех, что внедрили, это вот будет та же самая ситуация. Не забывайте про день ног в своем продукте. Это очень важно. Пользовательские проблемы. Это какая-то стоковая фотография, но она мне очень понравилась. Действительно, иногда пользователи очень сильно переживают и расстраиваются относительно того, что их проблемы не решаются. Имеется в виду проблемы не то, что мы говорили с вами в терминах «jobs to be done» и прочих вещей, а в принципе, вот он не может залогиниться уже неделю. Например, что-то отвалилось, непонятно почему, он очень сильно страдает. Или у него там крашится приложение, вылетает. Или по каким-то там другим причинам у него не открывается сайт. Может, у него интернета нет, но он переживает, в принципе, не понимает, что происходит. Вот. На такие вещи, ну, кроме отсутствия интернета, нужно обращать, конечно, много внимания и смотреть, как вообще себя чувствует общее качество вашего продукта. Потому что качество — это неотъемлемый элемент. Я вам говорю это на каждой лекции и не просто так и буду говорить, что если у вас нет качества, но куча фичей, никому это не надо, потому что все должно работать. Иначе, ну, смысла в этом вообще во всем нет. Здесь я хочу просто обратить внимание на качество в принципе. Здесь нужно задаться вопросом, например, когда архитекторы проектируют дома. Ну, здесь я, конечно, взяла Мистери Шек из Gravity Falls. Вот. Но есть, бывают более сложные конструкции. Я думаю, что вы, в принципе, в курсе. То, что через дорогу у нас стоит, тоже достаточно сложная конструкция. Когда люди проектировали это, вряд ли они думали, что, ну, знаешь, сейчас, короче, как-нибудь вот фундамент заложу, а дальше вот, чтобы шпиль нормально выглядел, вот там-то я, конечно, расстараюсь. Дело в том, что если фундамент нормально не заложить, этим нормально изначально не заняться, то ничего, в принципе, не получится. И никакого шпиля, скорее всего, не выйдет. Я понимаю, что я говорю об очевидных вещах, но об этом стоит упоминать, потому что, как мы понимаем, как я уже приводила вам пример, то, что вам кажется очевидным, не всегда очевидно для всех остальных. В общем, качество нужно начинать внедрять, если можно так сказать. Вообще оно как бы должно быть априорным качеством. Качество должно быть априорным качеством. Априорным свойством продукта, но, тем не менее, следить за ним нужно с самого-самого-самого низа. Вот начинать прямо отсюда, прямо с фундамента. И когда вы только делаете самые первые итерации в продукте, когда вы делаете какой-то базовый функционал, уже тогда надо отвечать себе на вопрос, есть ли в этом качество, достаточно ли его, можете ли вы дальше накручивать какие-то фичи, или стоит здесь остановиться, починить все баги, отдать технический долг и уже дальше с этим работать. Здесь про технический долг, немножко, совсем чуть-чуть, потому что это важно даже при планировании каких-то общих вех продукта. Есть разные, ваш бэклог, бэклог это список задач, которые у вас есть, его можно раскрашивать в абсолютно разные цвета, здесь автор этого пейпера статьи предпочитает и предлагает следующие, зеленый, желтый, красный и черный. Собственно, больше всего, как вы видите, невидимый и негативный эффект вызывает технический долг, видимый и негативный это визуальные какие-то дефекты. Но дело в том, что вот нижняя строчка, она вообще очень сильно связана между собой эти два элемента, потому что очень часто вы получаете видимые дефекты в продукте, потому что технический долг у вас никак не реализован. Вы должны этим заниматься, вы должны планировать свой продукт так, что вы не только напихиваете новые фичи, но вы даете возможность вообще обновляться кодовой базе, обновляться каким-то другим важным техническим вещам. Давать программистам возможность рефакторить код, писать тесты и заниматься прочим техобслуживанием, собственно, того, что вы делаете. Поэтому в следующий раз, когда у вас спросят, где находится качество, вы будете знать, что в этом случае ответить. Это действительно так, запомните это, я в конце лекции у вас спрошу, где находится качество. На всякий случай, чтобы быть уверены, что вы меня абсолютно хорошо поняли. Да, в прошлом году этот слайд был в лекции про тестирование, но я решила, что нам стоит пораньше начать, потому что мы когда до нее дойдем, там просто уже точно нужно знать, что это необходимо. У нас отдельной лекции по тестированию не будет, но я буду про это рассказывать вам точно в следующих двух лекциях, чтобы вы понимали, как организован процесс разработки в принципе. Смотрите, сейчас я вам расскажу про опыт нескольких компаний, больших достаточно, в разработке раундмапа продуктового. Можно почитать там про них дальше побольше, ссылки тоже есть, но особенно обратить внимание на, по-моему, третий пример я вас попрошу, потому что это штука, которую можете вы прям очень хорошо применять в себя. Но сначала мы посмотрим на то, как это делает Spotify. В общем, у них все как надо, прям по канону, все как написано во всех книжках, очень хорошо. Ну, по крайней мере, так у них написано в статьях, кто там, что там происходит на самом деле, бог их, конечно, знает, и мы тоже не знаем, но пишут они, конечно, красиво. Вот. Собственно, очень хорошо то, что в принципе их продуктовая идеология, она достаточно ясно сформулирована в вещах типа think it, build it, ship it, tweak it. То есть четко, достаточно кратко и очень понятно. Собственно, это повторение всех тех принципов, которые вы уже видели, что все начинается с идеи, потом с ее определения, потом с прототипа, потом после прототипа мы наворачиваем немножко интерфейсов, немножко фичи, получаем MVP, которые даем уже людям тестировать. То есть прототип — это совсем такая маленькая штучка, может быть, из квадратиков, из кружочков сделанная. А MVP — это уже с более-менее нормальным дизайном, вещь, которую можно отдать пользователям, чтобы протестировать. MVP — это, напомню, minimum viable product, минимально жизнеспособный продукт. Прето, как это делать, мы с вами в последней лекции поговорим. Расскажу, как можно и что нужно, не нужно делать с этим. Собственно, после того, как мы сделали MVP, проверили это на пользователях, мы это все выкладываем, если это приложение, и в случае Spotify это приложение в Store, отдаем пользователям. Потом, собственно, мы со всем этим занимаемся тем, что продолжаем улучшать то, что мы сделали. Это то, что я говорила, итерация над уже внедренным функционалом, над внедренными фичами. Вот, Spotify это делает и, собственно, правильно делает. Про структуру разработки Spotify мы поговорим на следующей лекции. Она достаточно интересная, не похожая на то, что происходит в других компаниях. Можно обратить внимание, можно что-то перенять. В том числе и поэтому, наверное, у них все достаточно так кратко и лаконично в этом плане получается, потому что в разработке тоже все неплохо. Вот на этот принцип прошу вас обратить внимание. Это очень крутая штука, которую можно использовать очень просто в своем продукте. Начал это Amazon, но, по крайней мере, рассказал об этом первыми Amazon. У них есть статья на Quoria, я, по-моему, не поместила ее в ссылке, но это очень просто найти. Вводите Amazon Working Backwards и, собственно, получаете эту самую ссылку. Что значит Working Backwards? Это работать с конца. То есть суть этого подхода заключается в том, что вам нужно написать в самом начале разработки, даже до разработки, пресс-релиз или questions and answers для пользователей, или мануал какой-то для пользователей, или документацию, которая им поможет как-то. Ну, собственно, типа, что пользователи спрашивают, когда обращаются в поддержку. И вы, когда это пишете, вы тем самым помогаете себе лучше сформулировать vision и понять, какие проблемы пользователей и как вы решаете. Нельзя эту штуку недооценивать, потому что, на самом деле, пресс-релиз, например, это такая вещь, которая пойдет в случае, если вы большая компания, это достанется очень многим-многим изданиям, это будут постоянные какие-то репосты. Если это соцсети, то это будет решаринг, это будут ретвиты обязательно, потому что, особенно если вы выпускаете какой-то инновационный продукт, на это нужно обращать внимание. Поэтому начать с пресс-релиза – это хорошая тема и хорошая идея. Вы в нем пишете… В пресс-релизе обычно пишется что? Мы выпускаем вот такую-то, такую-то вещь. Мы выпускаем ее с целью того, чтобы решить какие-то пользовательские проблемы. Она может… Дальше такая небольшая полурекламная, полумаркетинговая штука, что она суперкрутая, там есть вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. И вы можете ее скачать или пользоваться там-то, там-то, там-то. А если у вас есть вопросы, то мы вам обязательно ответим таким-то, таким-то образом. Это помогает еще понять, что вы забыли в конце разработки. Ну, я имею в виду разработки продукта в целом. Потому что иногда мы делаем сам продукт, но не думаем потом, как мы будем выкладывать его в Store или выкладывать его вообще, ну, как бы, если это сайт, то что мы будем делать с доменом. Потому что сверстать – это как бы одно, а что дальше-то с этим делать? Ну, сверстать и написать код на бэкэнде. Мы не думаем о том, как мы потом будем общаться с пользователями. Об этом вообще очень мало кто думает, потому что вспоминают часто про этап техподдержки уже в самом-самом конце. Типа, блин, а если будут проблемы? Проблемы будут. Обязательно будут, точно. У кого-то будет слабый телефон, если это приложение, он будет постоянно крашиться. Вам этот человек будет постоянно писать и говорить, что жизнь его теперь настолько плоха, как не была плоха до этого, до того момента, пока он встретил вас. Ну, и прочие вещи. И вам эти запросы надо будет как-то обрабатывать. Об этом лучше подумать сначала. И вот эта walking backwards штука очень хорошо помогает этим и заботиться. Поэтому вы пользуетесь этим. Ну, в принципе, это можно использовать даже, как всегда, в реальной жизни. Если вы пишете диплом или курсовую, вы можете себе написать такой пресс-релиз. В своем дипломе я расскажу про это, 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 освещу вот это, вот это. Он понадобится там при таких-то, таких-то, ну, в смысле исследованиях или экспериментах. Там в нем будут такие-то, такие-то. Они важны для того-то, того-то. Я покажу это тем-то, тем-то. Собирать я их буду так-то, так-то. Ну, в общем, это такой мини-план условно, но понятным языком, который приятно читать, от которого не кипят мозги, на который можно всем показывать. И, в принципе, люди, которые даже не знают слов тех, которые есть в названии вашего диплома, поймут, что вы, в принципе, хотите с этим сделать, и что вы хотите донести, и какой от этого будет профит. Так что пользуйтесь. Хорошая штука. Дальше немножко про Airbnb. Airbnb — это, собственно, тоже то, как они видят продуктовое развитие и продуктовые рэдмапы. Как вы видите, у них тут тоже все канонично, как в книжках и статьях пишут все как надо. То есть занимаются они тем сначала, что создают Product Vision. Каким мы хотим видеть, только смотрите, какой у них интересный вариант Product Vision. Не просто, каким мы хотим видеть свой продукт, а каким мы хотим, чтобы выглядел мир через полгода и пять лет. Это очень интересная тема. Мало кто этим задумывается, потому что мы, опять же, чаще всего думаем про то, что делаем мы, но не думаем о том, как мы меняем вообще среду. А в целом, если мы решаем пользовательские проблемы, то кажется, что мы смотрим вообще на то, что происходит вокруг. То есть, и чтобы создать какую-то сильную продуктовую стратегию, чтобы был Vision, чтобы донести то, что вы делаете до пользователей, было бы неплохо задаваться тем вопросом, который задается Airbnb у себя в разработке продукта и в разработке рэдмапа. Каким мы видим мир через полгода и пять лет. Вывод, чего мы хотим достигнуть, чтобы реализовать, собственно, этот продуктовый Vision. Это уже больше похоже на систему ОКИАров, о которых мы поговорим в самом конце лекции. Очень полезная штука. Но это необходимо тоже делать, потому что одно дело, что мы хотим, мы напишем здесь, что мы видим мир без конфликтов, где все дружат друг с другом, любят, и нет границ, и больше загранпаспорт не нужен. Но что мы будем для этого делать, это уже как бы другой вопрос. Если мы действительно в состоянии что-то с этим делать, то стоит продолжать разбивать дальше и идти по процессу вниз. А если нет, то, наверное, стоит на этом остановиться. Потому что в случае с загранпаспортом я не думаю, что лично вы и ваш продукт может как-то на это повлиять. Хотя, если это сфера каких-то госуслуг, то, в принципе, вы можете сделать какой-то сервис по улучшению, хотя бы как минимум получения каких-то документов, еще большему улучшению по сравнению с тем, что есть сейчас. Или, возможно, по визовому какому-то обмену, по всяким таким вещам, как минимум помочь людям понять, что происходит вообще с этим, и что им делать, чтобы куда-то поехать, чтобы это было максимально просто. Потому что часто поездки осложняются именно тем, что очень много бюрократии в итоге приходится пережить. Дальше. Голдзен Метрикс. Мы говорили об этом с вами на прошлой лекции, про цели и метрики. Какие, господи, измеримые цели будут у нас на пути, и как мы, собственно, будем их мерить. Важно, это можно считать декомпозицией предыдущего пункта. То есть мы, используя тот же hard framework, о котором мы говорили, можем создать определенное количество метрик, облечь все это в нормальную систему и посчитать. Ну, по крайней мере, придумать, как мы это будем считать. Ну, стратегия. Как мы это будем делать, в какой последовательности? Тут, собственно, та самая суть road map, о которой мы говорим с самого начала этой лекции. В каком порядке и что мы будем внедрять, чтобы это было понятно, чтобы это было хорошо для пользователей, для нас, чтобы это не было глупо и излишне. И, собственно, ресурсы. Какие ресурсы нам понадобятся для того, чтобы достичь этих метрик и достичь наших целей. Например, сколько нам понадобится инженеров. Ну, в смысле программистов в нашем случае. Это, на самом деле, очень интересная штука, потому что у них метрики зависят от того, какое у них количество ресурсов есть в разработке. Это важно и хорошо бы так делать, тоже привязывать. Потому что часто мы хотим каких-то абстрактных метрик. То есть мы хотим, чтобы у нас на сайте увеличился CTR. Ну, просто хотим мы, чтобы кликали побольше. Но мы не понимаем, что для того, чтобы кликали побольше, например, если мы делаем какую-то умную ленту, нам нужно увеличивать, улучшать качество, собственно, рекомендаций в этой ленте. А чтобы улучшать качество рекомендаций в этой ленте, нам нужно определенное количество людей, которые будут заниматься машинным обучением. Нам нужно определенное количество людей, которые будут заниматься инфраструктурой. Нам нужно определенное количество людей, которые будут заниматься системным администрированием и прочими такими вещами. Мало кто понимает, что эти вещи взаимосвязаны. Так вот, они взаимосвязаны. Вы теперь об этом знаете. Вы, пожалуйста, когда делаете метрики и когда думаете о таких вещах, не забывайте, что под всем этим на самом деле живые люди. И с другой стороны ваши пользователи, а с вашей стороны ваши разработчики, с которыми вам работать плечо к плечу в ближайшее время, если все, конечно, будет хорошо. Это очень важно, потому что ваша команда от вас зависит. И ее благосостояние в смысле психологическое очень важный фактор, потому что если оно плохое, то у вас ничего, ничего не получится. И об этом мы тоже поговорим на одной из следующих лекций. Перейдем к фейсбуку. В принципе, достаточно понятно, почему они задают себе такие вопросы. В принципе, вопросы достаточно логичные. То есть тут, наверное, вы не очень сильно удивились, когда их увидели. Но можно... Это удобно, потому что можно каждый раз задавать себе эти вопросы, когда вы решаете какую-то даже мелкую задачу. Потому что, если к вам прибегают, например, и у вас опять же тот же самый онлайн-магазин, и говорят, слушай, 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 давай сделаем так, чтобы можно... чтобы нельзя было платить по карте. Ну, допустим, давай сделаем так, чтобы можно было платить только наличкой. И вы спрашиваете, а какую проблему в смысле мы решаем? Типа, ну, тогда у нас там нет проблем с терминалом и всякое такое. Ну, окей, но как это поможет пользователям? Как мы узнаем, что это действительно проблема? И как мы узнаем, что мы эту проблему решили? Как бы пример, который я привела, конечно, это просто... Вы не то, что решаете проблему, вы ее на самом деле генерируете, скорее, больше, чем решаете. Но на самом деле каждой даже мелкой задачи стоит задавать вот эти вопросы. Даже когда вы декомпозировали до определенного уровня, стоит спросить, почему это делается, что, как, почему, откуда мы знаем, что это действительно проблема, и как мы узнаем, что мы это решили. Сюда прекрасно подходит все то, что... подходит все то, о чем мы говорили с вами про метрики, то есть, как мы узнаем, это, конечно же, что мы решили проблему. Это, конечно же, определенные значения метрик, которые нам нужны. Но как мы узнаем, что проблема действительно есть? Это проведение, собственно, кастдев, кастдевов различных и UX-исследований, и как мы... ну, и какую проблему люди пытаются решить. Это наше составление, например, jobs to be done и всяких прочих таких штук. Так что декомпозировать можно до любого уровня, до которого нам удобно. В принципе, когда мы будем говорить о задачах более таких гранулированных, я об этом еще скажу, но стоит, например, когда вы пишете, делаете задачи для разработки, писать, что мы решаем в этом... Если это не техническая именно какая-то история, а связанная с продуктом, стоит писать им, что мы решаем такую-то и такую-то проблему пользователя, и метрика у нас будет такая-то, такая-то. Это важно и нужно, чтобы ваши люди понимали, что они вообще делают, зачем они это делают, кому это все надо. Потому что мы часто сталкиваемся в индустрии с проблемами того, что иногда программирование начинается ради программирования, а не ради того, чтобы делать продукт. Это большая история, и я расскажу вам, как с этим можно работать, бороться, потому что здесь бессмысленно, и с этим нужно только работать на самом деле. Это вообще про то было, как составлять все эти продуктовые блоки, как составлять сами эти карты, что нужно, чтобы они были. Собственно, мы у нас примерно так же делаем. У меня на проекте и в продукте мы используем океары достаточно активно, про них я вам в конце расскажу. Мы также используем систему 666, но у нас она немножко по-другому выглядит, потому что у нас это зависит от квартала, то есть мы на 3 месяца такие вещи делаем. Ну, самый мини... Вот второй период это не 6 месяцев, это 3 месяца у нас обычно. У нас это что-то вроде 2 недели, 3 месяца, потом год и в целом вижен на 5 лет. То есть у нас чуть больше этапов, но у нас большая компания и, собственно, продукт внутри большой компании, поэтому нам, конечно, ну, важно понимать, как итерироваться, важно понимать, как бюджеты рассчитывать на квартал и прочие такие вещи. В плане стартапа можно 6 недель, 6 месяцев, 6 лет как-то так это делать, особенно если продукт такой понятный и достаточно ограниченный по характеристикам. Это все очень хорошо. Хорошо понимать, что должно быть, но есть проблема приоритизации всегда, потому что чаще всего, если вы делаете продукт, у вас очень много идей. У вас, у ваших пользователей, у вашей команды обычно много идей, и вы очень много хотите сделать. Это хорошо, но вы не всегда понимаете, в каком порядке это делать, и действительно стоит этим заниматься. Поэтому мы сейчас поговорим про приоритизацию в рамках именно roadmap, про приоритизацию в рамках задачи разработки поговорим чуть позже. Существует очень много вообще фреймворков и методов для приоритизации. У вас в конце лекции есть ссылка на статью, там называется, по-моему, она так и называется, куча методов приоритизации. Там их 20 указано, она очень длинная, просто Unreal вообще невероятная, проще ее скачать, там можно, по-моему, на этом сайте скачать PDF-ку и периодически читать, потому что иначе очень сложно в себя впихнуть столько информации, но там примерно все рассказано вообще, что есть, достаточно удобно, но вот того, что сейчас я вам в самом начале расскажу, там нет, так что считайте, что у вас 21. Это фреймворк, который использует Intercom, для приоритизации своих фич, называется он Rise, как рис, Rise, потому что Reach, Impact, Confidence и Effort, то есть охват, собственно, господи, воздействие, уверенность и усилие. Сейчас про каждый пункт немножко поговорим, чуть-чуть, я вам расскажу, что все это значит. Reach, это значит, что я неплохо подвинула картинку на слайде, во-первых, как вы можете заметить, извините, ну и собственно на других тоже что-то пошло не так, насколько я вижу. На самом деле, ладно, who cares, кого я обманываю. Reach, это про то, скольких пользователей это заденет. Считать можно абсолютно по-разному, но считать вообще желательно. Это зависит, конечно, от объема фичи, которую вы внедряете. То есть, если это большая фича, очень важная, которую все увидят, то, естественно, охват будет большой. Ее, скорее всего, увидят практически все ваши пользователи. Если вы делаете, возвращаясь к теме онлайн-магазина, кнопку или не кнопку, в общем, оптимизируете как-то процесс регистрации и оплаты покупки, скорее всего, это увидят не все. Тогда вам нужно вернуться к нашей юнит экономики, понять, какая там конверсия и посчитать, какой у вас, исходя из этого, будет охват. То есть, к вам приходит столько народу, до этого этапа в воронке обычно доходит столько человек, и тогда вот это количество будет ваш охват в этой фиче. Не надо думать, когда вы это внедряете, что вот все, ну теперь-то точно все увидят, все будут у меня покупать. На самом деле, охват как бы будет именно вот то, что говорит нам математика. Математика достаточно бессердечная дама, но зато говорит правильные вещи. Пользуйтесь, не пренебрегайте математикой, у нас будет по ней еще одна целая большая лекция. Вот. В самом конце, да, если вы не видели, будет лекция по машин-лёрнингу и дата-сайенсу в продуктовом собственном развитии. Будем с вами думать, что сделать с данными вообще. В общем, не забывайте считать охват, охват — это очень важно. Импакт — это насколько сильный будет эффект от внедрения этой фичи на ваших пользователей. Можно считать по-разному. Можно внедрять шкалу, которая вам удобна, но я рекомендую стандартную, обычную, от 1 до 5, либо можно от 1 до 3. Например, 3 увидят все, ну, будет большой, большой, крутой эффект, 2 типа, ну, эффект, конечно будет, но не очень, 1, ну, как бы, что будет, что не будет, как бы непонятно, какая разница. Можно дробить на 5, тогда, понятно, стадий будет больше, но лучше на 3, да? Что? Что? А, ничего, да? Ну ладно, хорошо. Тогда поехали дальше. Confidence. Уверенность. Уверенность в том, что это действительно нужно реализовывать, в том, что это действительно стоит делать. Тут на самом деле есть, вот это так не гранулируется, как в прошлом примере, здесь нет вот от 1 до 5, здесь есть 3 на самом деле важных числа. Это 50%, 80% и 100%. Конечно же, точно стоит это делать, если уверенность у вас в том, что это круто будет и поменяет ваш продукт 100%, это точно нужно делать, это суперкласс. Если у вас уверенность 80%, то как бы ну наверное стоит сделать, но как бы не факт, что это будет суперкруто. Такие вещи обычно часто связаны с техническими улучшениями, хотя их нужно переносить обычно в 100, но в общем тут нужно хорошо понимать, что 80% это как бы не очень-очень много, это в принципе нормально, то есть 80% это нормально для внедрения фичи, но если вы уверенны на 50%, то тут как бы лучше не делать, чем делать, потому что скорее всего у такой вещи еще все остальные вот эти показатели рич, импакт и следующий эфорт, они будут достаточно недостаточно хорошими, скажем так, поэтому если вы не уверены на 50% даже а если вы уверены только на 50%, то тоже лучше не делать, это очень хорошее упражнение, которым нужно заниматься, нужно себе эти вопросы задавать, потому что у вас обычно есть этот список крутых фич, и вы такие ну все, все точно сделаем, а потом мы спрашиваем себя, а насколько я уверен вообще, насколько наша команда уверена в том, что это нужно делать, ну процентов на 30, все, до свидания, это то самое, что похоже на то, что мы встречали в Кастдеве, вы, думаю, помните, когда мы пытаемся понять, насколько у пользователей болит, и если эти пользователи никак не решали проблему раньше, и ничего не делают для того, чтобы ее решать, значит у них не болит, это та же самая история, только немножко в другую сторону, если мы как бы думаем, что только 50% уверенности у нас есть в том, что это нужно внедрять, то тогда делать этого не нужно, потому что это слишком маленький скор для уверенности. Это наши чисто наши? Да, это наши, confidence это наши, это именно то, чем мы задаемся в процессе приоритизации задач в roadmap, задач, пунктов, как угодно, фич. Ну и последний собственно момент, это effort, это собственно усилие, рассчитывать можно по-разному, опять же, обычно принято рассчитывать в человека месяцах или там person month, как иначе сейчас это стали называть, раньше было man month, но you know, феминизм, все дела, person month в связи с этим. Нужно понимать, сколько усилий на это пойдет. Если это человека месяц, то тут может быть и оценка и одна вторая, и одна четвертая, и одна третья, ну, вы сами понимаете, делите четыре недели, все, дальше поехали. Тут для всего, для всей этой штуки на самом деле есть удобная таблица, и я почему-то не могу найти слайд, где я, куда я его, может он спрятался от меня, сейчас, извините, а, вот он, да, простите, я его случайно не туда воткнула, вот, есть удобная таблица для рассчитывания, для расчета rise score, собственно, насколько действительно фичу стоит внедрять или не стоит, таблица есть в конце лекции, ссылка на нее, можете попробовать поделать, я думаю, что это будет достаточно прикольно, тем более у вас в домашке есть задача на приоритизацию фич, в новой домашке, в смысле не пугайтесь, не в старой, в старой не было, все в порядке, все хорошо, вот, собственно, считается это так, охват на эффект, на уверенность, делить на усилие, такое у нас получается число, очень удобно рассчитывать все эти вещи в цифрах, потому что термины очень-не очень это такое себе для серьезных продуктовых изменений, да, и вообще для развития какого-либо продуктового это такая себе не очень приятная штука, малопонятная кому-то. пользуйтесь, райскор достаточно простой, но достаточно удобный при этом и покрыть может очень много задач. Как он оценивает получительную работу числа? Чем выше, тем лучше, да, чем выше, тем лучше. Хотела это сказать правильно, чтобы спросили. Так, дальше пойдем. Это все из того, вот это теперь про из того документа, где 20 невероятных техник приоритизации. Quality Function Deployment называется собственно реализация качественных функций, если уж совсем дословно. Deployment это вообще выкатка в плане IT-терминов, но тем не менее. Здесь вы видите очень геометричную картинку, которая на самом деле достаточно просто объясняется. В столбце, где написано what, это wants и needs пользователей. Их желания, их проблемы, в смысле необходимости, то, что они хотят, чтобы у них было хотелки и то, что им действительно нужно. Сюда мы ставим. в дальше у нас так, а чего там Importance до Importance мы еще не дошли. Также Voice, он есть Voice of the Company, вы видите, это Voice of the Customer, голос клиента, а есть How, голос компании, то есть как мы будем это делать. Это тоже все, конечно, эти все вещи очень похожи, но просто дают немножко разные варианты того, как с этим можно работать. Мы задаем себе вопрос, как мы будем, вот мы слышим голос пользователя и как мы будем его, собственно, хотелки и проблемы реализовывать и проблемы решать. Как-то так. На самом деле здесь уже даже можно считать, то есть должна быть какая-то корреляция между голосом пользователя и между голосом компании. И если и шкала, как всегда, не линейная в таких вещах, но не как всегда, как в большинстве случаев. То есть если тут советуют, например, 1,3,9 использовать вещь, 9 это сильно они связаны, 3 среднее, 1 слабо, и если 0, то вообще никак. Можно считать это таким образом, то есть Voice of the Customer, Voice of the Company, 9. Например, если у нас пользователь допустим хочет, ну допустим он хочет вот эту фичу отдельно какой-то пользователь, о которой мы говорили, чтобы узнавать, кто играет в группе во время, пока играет песня, вот, а мы внутри компании понимаем, что реализация этого очень дорогая и скорее всего там голос этого пользователя, он такой одинокий, слабый и еле слышен, тогда у нас корреляция между голосом клиента и голосом компании достаточно слабая, ну то есть она даже неуверенная, она что-то типа цифра один, ну потому что не будем мы совсем уж обижать, пускай будет хотя бы единичка, вот, в этом случае просто это можно понять, это желание, это не совсем какая-то непонятная абстракция, здесь единица, и это важно дает вам осознание того, что значит это не так уж сильно и нужно. Тут важно еще то, что нужно генерировать приоритеты, собственно генерируются приоритеты следующим образом, умножается каждая важность каждого требования на эффект каждой фичи, это про prioritization рейнкинг и раускор, это связанные вещи. Тут то есть еще раз, вы считаете общее количество усилий, которые у вас есть, которые вам, ну в смысле не у вас есть, а которые вам придется потратить на то, чтобы это реализовать, и умножаете примерно на эффект такой, который получите, когда эту фичу зарелизите, ну, когда это увидят люди, это вам даст понимание того, насколько это приоритетно и важно. То есть это похоже на рейс, в принципе, но тут просто немножко все это много компонентов. Ну, и нужно, конечно, понимать при всем этом, что делают ваши коллеги по цеху, можно сказать так, чего там происходит в мире, как они с этим работают. Да, кстати, очень хорошо, что я сейчас это вспомнила, потому что могла нет. Инициатива, которую я хочу вам предложить для следующих лекций, не обязательно, но тем не менее. Дело в том, объясню зачем. Хочу вам предложить следующую вещь, можно приходить на лекцию и в начале, первые минут пять, обмениваться новостями и зайти о запуске, внедрении каких-то новых продуктов, о каких-то новых стартапах. Ну, считайте, у нас будет флеш-брифинг на пять минут, кто сможет, кто захочет нам рассказать, тот расскажет. Зачем это надо, поясню, потому что нужно всегда быть в теме того, что происходит в индустрии. Всегда. Даже если это стартап, не совсем занимающийся тем, чем занимаетесь вы, нужно быть в теме, чтобы понимать, по какой модели они работают, за что они хотят получить деньги, какие у них пользователи, как они решают проблемы, как минимум для того, чтобы увеличивать так называемую насмотренность, который часто говорил и говорит Илья Красинский в своих лекциях и говорит, что у нас этой насмотренности достаточно мало. Это правда, потому что продуктовая отрасль в России не так сильно развита, но тем не менее. В общем, важно это делать. Если вы не проявите интерес к этой инициативе, ну, я вам расскажу то, что, в принципе, сама буду узнавать, потому что я читаю всякие продуктовые каналы, VC, не всегда там есть полезные вещи, но продуктовый рынок на самом деле с VC можно какие-то вещи подчеркнуть, узнать, можно смотреть. Это было в топ, извините. Возвращаемся сюда, то есть у нас здесь есть важность голоса клиента, корреляция голоса клиента с голосом компании, их взаимоотношения, у нас есть наши конкуренты, на которых нам нужно смотреть, и, собственно, ранжирование, приоритизация и тот скор, который мы получаем в конце этого всего. То есть это чуть-чуть усложненный райс, но тоже можно пользоваться, потому что он более декомпозированный, возможно, вам будет проще, но я не уверена. По нему тоже есть написано в этой статье, как я уже говорила. Есть следующая штука для приоритизации, называется она story mapping. Это интересная вещь, она хорошо визуализируется, ну, собственно, вы видите это. Сложно это делать в традиционных таск-трекерах, ну, в системах трекинга задач типа Jira, но есть вещи типа image board, mode board, господи, я забыла, как это... Да, да, спасибо, real-time board, абсолютно верно. Можно это делать в вещах, в сервисах типа real-time board, где вы ведете просто такую же доску, абсолютно такую же, просто вы клеите мышкой или там с помощью тачпада у себя на мониторе, очень удобно, шарите потом своим коллегам. Здесь какая история вообще? Здесь у нас делится, значит, вы видите по горизонтали у нас время и, собственно, время и последовательность использования этих вещей пользователям вот так вот как-то объединяется достаточно странно и сложно. Здесь указано только время, но на самом деле то есть время не только сколько мы затратим, а время вообще как промежуток от там, не знаю, от сегодня до там 25-го числа следующего месяца. То есть сегодня пользователь у нас зайдет и увидит вот это, завтра он зайдет и увидит вот это и прочее, прочее. Скорее даже в этом плане, чем в плане затрат. Затраты немножко по-другому в этой модели считаются. По вертикали у нас здесь написано necessity, но можно воспринимать это, ну necessity это необходимость, можно здесь использовать термин критичность, если вам так удобно, если у вас там действительно важные продуктовые решения на носу, то, наверное, проще говорить о чем-то более критичном, когда вам нужно прям выбрать между первым и вторым. это очень такая важная штука. Эти вертикальные пунктирные линии называются, ну и вот деление по вертикальным пунктирным линиям, вот эти столбики в этой парадигме называются activities, то есть активности. И они написаны вот на синих условно бумажках. то есть это какой-то кусочек функционала, таски, задачи желтенькие это мелкие, задачи зеленые это большие истории, и синие это собственно обобщение того, что вы делаете. Они действительно во времени, так как пользователь у нас получает новый опыт постепенно и чаще всего совокупно в каком-то количестве фич неплохо и удобно разделять это по активностям. это достаточно логичная история. Можно так делать, пожалуйста, пользуйтесь, но, конечно, не всегда удобно действительно использовать real-time board, потому что потом приходится его перетаскивать туда-сюда, на него смотреть под разными углами. Можно сделать доску, если это офис, и показывать это, ну, повести ее перед разработкой, перед собой, постоянно к ней подходить. У нас есть такая практика в соседних командах, они так делают используют, у нас просто немножко другой, как я вам рассказала, собственно, фреймворк, мы больше там по райсу приоритизируем, но можно использовать story mapping. Вот. Из этого, из этой истории можно, в принципе, понимать, как, что включать в релиз, ну, то есть, в выпуск вашего продукта, в итерацию вашего продукта, что включать в первый, что включать во второй, что включать в третий. Можно по-разному это делать, вы, как видите, релизы, они тоже там связаны со временем, с тем, что происходит с пользователями. Делайте, как вам удобно, но можете пользоваться story mapping, неплохая история, но, ну, не знаю, мне не очень она удобна лично. Я больше предпочитаю вот RISE и Quality Function Deployment и следующую штуку, которую я вам сейчас покажу, потому что story mapping — это хорошо, очень классно, что перед глазами все это есть. Можно пользоваться как минимум просто доской, повесить перед всеми, чтобы оно висело. Мы недооцениваем часто важность вот таких физических сущностей. Мы думаем, что вот в джире у них есть блоки или там в треллы или в ассане, и с них хватит. Но на самом деле, когда у них перед глазами есть листочек у них и у нас, это производит совсем другой эффект. То есть мы прям видим, мы ощущаем, что это физическая какая-то штука, которая имеет значение. Дальше. Scorecard. Вот это приятная вещь. Она простая для понимания. Здесь вы задаете критерии, которые вам важны. Критерии могут быть те же самые, которые есть в райсе. Но можно добавить что-то еще. Можно добавить, сколько мы денег из этого получим, посчитать еще это. Еще какой-нибудь маркетинговый бюджет и прочие такие штуки сюда запихнуть. все, что вам удобно. И из этого посчитать какой-то средний score. Там собственно в ссылке вы это найдете. Scorecard бывают разными. По ним кто только не работает. Мы приоритизируем тоже по определенному количеству критерий то, что собственно есть в райсе. Но если эта фича запущена в продакшн, то мы конечно считаем собственно сколько пользователей туда придет как рич, но и считаем сколько денег мы получим, сколько если мы будем рассказывать об этом мы потратим на маркетинг и прочие такие вещи. Потому что не совсем до конца это в райсе указано. Можно про это забыть, но как мы поняли из прошлой лекции забывать про маркетинговые бюджеты и про общие косты команды не стоит. Потому что они все равно есть. советую эту штуку впишите критерии которые вам важны и нужны. Можно использовать райсовские, можно добавить свои. Пользуйтесь, получайте собственно ранки, по которым будете приоритизировать скорые ранки. Формулы есть в статье, посмотрите там получше, побольше, чтобы сейчас время не тратить, потому что у нас вроде немного осталось, а еще есть чего рассказать. Следующая штука похожа на story mapping на самом деле называется systemica она здесь у нас по горизонтали user goals, а по вертикали engagement level. То есть это такая более продуктовая что ли штука, более пользователи ориентированная. То есть там мы больше говорили про критичность и последовательность и все, а здесь мы говорим про условно отдельные метрики нашего продукта, отдельные куски нашего продукта. То есть что у нас входит в основную часть, в базу, что у нас входит в ежедневное, там, постоянное регулярное использование, что у нас повышает engagement, что делает пользователям лучше, что их вовлекает в наш продукт, и что у нас в продукте есть, чтобы пользователи могли зайти и еще как-то преследовать, посмотреть, какие фичи есть, просто так потыкаться. Вот, здесь также это можно делить по вертикалям, как по activities, такая же абсолютная история, просто можно писать какие-то глобальные цели. По релизам можно выбирать, что вы будете выпускать и в каком порядке. То есть понятно, что если вы делаете первый выпуск продукта, это, конечно же, должны быть core фичи. Фичи могут быть, чтобы вы не понимали, фичи только как, ну, красивая кнопка, фича, это типа качественная работа, это тоже фича. Она не у всех есть, так что если у вас есть такая фича, это прекрасно в продукте. То есть в core фичи обычно входит основной какой-то функционал, который хорошо качественно работает. В use вы уже добавляете такие более интерактивные какие-то вещи, которые пользователя больше привлекут. То есть если это, например, чтобы взять, если это, например, какой-то список покупок, то вы на use можете добавлять какие-нибудь, если у вас были просто считайте списки с точечками, то теперь вы добавили то, чтобы при нажатии на элемент списка это зачеркивалось и пользователь понимает, что он это купил. Это может быть куском базового функционала в зависимости от того, что вы воспринимаете как базу, а может быть уже элементом use. Так что смотрите, это тоже неплохая тема. Use тоже должен быть, потому что иначе неинтересно. Без engage, конечно, тоже плохо. Если мы рассматриваем сейчас этот пример со списком покупок, то неплохая тема — это пуши. Пуши в смысле не постоянные назойливые, типа ну купи, купи, купи. А если мы попросили напомнить купить нам что-то в какое-то время, то пуш о том, что нужно это сделать — это хорошая тема. Еще очень хорошая тема в этом направлении — это пуши по географии, по локации. Например, напомни мне купить хлеб, когда я пойду домой, забить это в приложение и действительно купить хлеб, когда вы идете домой, это круто, потому что часто вы идете домой и вам уже не до хлеба. Ну условно хлеб или что вы там едите дома. И вы приходите домой и все, ничего нет, даже хлеба нет. А вот это уже расстройство. А у вас специально вы купили программу в App Store, она не работает. Вот это, конечно, неприятно. Но это engage достаточно необходимый. То есть жить без этого можно, но это пользователи engage, это делает им лучше, прикольнее, интереснее. Если мы говорим про Explore, про какие-то такие вещи, то можно добавить, например, если мы говорим в список покупок какую-то вещь о том, что можно прикладывать ссылки или картинки, если мы занимаемся каким-то онлайн-шопингом, или там писать небольшие комментарии. Но опять же, делать это, ограничивать какое-то количество пунктов или символов или чего-то такого, чтобы у вас продукт не разнесло, и там не были в итоге какие-то сочинения о том, как я борюсь с шопоголизмом, ну, я, в смысле, люди, но и я, все мы, и прочие такие вещи. То есть все это важно, это прикольный способ приоритизации, он очень такой прям пользователи ориентированный. Если вам это нравится, если вам это удобно, пользуйтесь, но не забывайте, что здесь тоже нужно домножать в итоге на собственно ресурсы, не забывать о том, что должны быть метрики, не забывать обо всех этих основных важных вещах, потому что просто в фичу придумать, как мы уже много-много раз говорили, этого маловато. Тут по-английски написано, прошу прощения, сейчас я все объясню, что здесь происходит. Прикольный фреймворк по названию, на самом деле, я его из-за этого сюда включила, вот, Москва называется. На самом деле это те три вопроса фейсбука, о которых мы говорили с вами. То есть здесь must have, should have, could have и won't have. Must have это какие-то критические вещи, которые должны быть реализованы, should have это те вещи, которые должны быть, но они уже не такие критичные, could have это то, что мы могли бы сделать, но сильно не заaffected, может и не стоит, и won't have это то, что мы точно делать не будем, то, к чему мы применяем главное слово продакта, мы же помним, что главное слово продакта какое? Правильно, слово нет, не забывайте об этом, помните. А еще что мы помним, где качество у нас находится? Тут, все, молодцы, видите, я же говорила, это будет внезапно, но будет. Сейчас, собственно, я просто, у меня болит, потому что мне предлагали первую фичу, мы ее сейчас опустим, потому что уже понимаем, что это не очень хороший вариант, давайте сейчас про второе сразу поговорим, создание ежедневно обновляемого плейлиста на основе умных рекомендаций, отключение рекламы по платной подписке и фича, которая позволит, пускай она будет в приоритетах сейчас. Давайте подумаем, что приоритетнее из этого всего. Отключение рекламы, да, правда, потому что реклама, это как бы, вон, предложение же тебя будет. Ну, при флаге подписки ты за эти деньги платишь, и тебе не хочется, чтобы там, когда ты слушал музыку, и у тебя что-то там прерывалось, да. Так, окей. Мне кажется, это будет дополнительная плата. Давайте, между второй и третий, какую мы будем реализовывать, допустим, первой. Второй, да. Второй. второй. Да. Просто третья, она очень легко реализуется, очень быстро. создание, ну, мы будем сделать рекомендательную систему, нормально, это очень... Не-не-не-не-не, вопрос не рекомендательной системе, уже, обратите внимание, вопрос в плейлисте, в сущности, просто. Тут у вас есть уже рексистема, у вас, у вас просто нет ежедневного обновляемого плейлиста. Вот, в этом плане. Это важная, кстати, ремарка, извините, что я вам сразу не сказала. К примеру, когда в Яндексе у них же есть плейлист, да, и когда он забывает обновляться, то чувствует все очень грустно. Нет, кстати, это абсолютно правильная формулировка и понятная, да, вот. Так что, второй или третий? Второе. Второе, правильно. Делать мы будем второе. Почему? Потому что пользователи, у которых, допустим, там что-то не срослось и есть реклама какое-то небольшое количество в платные подписки, пускай нативная, там блогеры что-то рекламируют, вот, им будет плохо, как бы, если у них вообще как бы основной функционал не работает. А отключение рекламы про платные подписки, это, я имела, я вспомнила, что я имела в виду, это я имела в виду, что у нас нет сущности платной подписки, вот, и мы ее будем делать и потом, собственно, отключать по ней рекламу. Заметьте, это путь Ютуба, который они проделали. То есть, сначала была история с рекомендациями и обновляемые списки там рекомендованных вам видео каждый день, а уже потом, сильно, сильно потом, было отключение рекламы по платной подписке, потому что платная подписка это относительно недавняя история. То есть, она сделала сервис удобнее, конечно, для тех, кто подпиской пользуется, но основной вот этот функционал, основной пользовательский опыт, он все-таки важнее, чем вот все эти вещи. Хотя, конечно, деньги получать всегда приятно, кто бы спорил. Вот, эта история достаточно такая. В общем, понятно примерно, что делать с приоритетами, это в рамках роудмапа, еще раз повторяю, про задачи мы с вами обязательно поговорим, это тоже важно. Возможно, из задач что-то можно будет перенять потом роудмап, но самое главное это понимать, к чему идет ваш продукт, какая у него стратегия, какой у него путь развития, как вы все это будете делать, потому что куча мелких тасков, она не даст вам понимания всего этого. Вам нужно высокоуровнево понимать, что вы хотите делать, к чему вы хотите идти и что вы хотите пользователям дать. А сейчас мы поговорим с вами про киар. Это история, которую пользуются примерно везде сейчас, по крайней мере, во всех крупных компаниях. Спотифай, о котором мы говорили, Airbnb, Google вообще первый, кто у себя киар внедрил, все эти истории, Amazon пользуется киаром, мы пользуемся киарами у себя, все это, это очень удобная штука, сейчас объясню, почему и зачем это нужно делать, что это вам дает. Киар расшифровывается как objectives и key results, то есть цели и ключевые результаты, все достаточно просто. Формула цели от Джона Дор, от Джон Дор, это человек, который книжку про киаре написал, собственно, можно сказать, что автор этого всего, что я буду делать, там, я буду достигать цели, достигая следующих результатов, ну, понятно, просто логично, с формулой сложно назвать, но, тем не менее, формулировка, давайте назовем это формулировкой. Какие океары вообще бывают? Цель должна, цели самые, то есть objectives, первая часть, они должны быть амбициозные, амбициозные что значит? Это значит, что objectives у вас, вы должны достигать цели на 70%, то есть она должна быть настолько амбициозной, что сотку вы достигнуть просто не можете, иначе, иначе получится так, что вы ставите себе достаточно посильные, возможно, достаточно слабые задачи, а могли бы поставить больше, и в итоге вы можете просто сделать поменьше, поэтому цели должны быть амбициозными, но прям не космическими, то есть вы должны достигать 70%, не надо там в 50% где-то валяться, нужно все-таки достигать 70%. Целей не должно быть много, их должно быть от 3 до 5, чтобы не распаляться на какие-то, на кучу каких-то других вещей. Мы окиары пишем на квартал, то есть на раз в 3 месяца. Вот. Цели должны вести к новым достижениям, то есть это может быть и новый уровень качества продукта, и какая-то новая фича, и увеличение, собственно, потока пользователей, и увеличение конверсии, и прочие вещи. Это новые достижения. И цель, конечно, должна определять конечное состояние. То есть достижение и конечное состояние это, в принципе, похожие вещи, но это можно сформулировать так, что мы должны достигнуть 300, как вы помните из прошлого занятия, потока 300 тысяч пользователей, 300 тысяч пользователей, и мы должны этим 300 тысячам пользователей предоставить нам качественные услуги и получить с них такую-то конверсию. То есть это все должно быть вместе, все должно быть понятно. Окиары на самом деле формулируются по-разному. Можно формулировать окиары вообще на продукт, в принципе, но на самом деле Google рекомендует формулировать окиар на каждого члена или хотя бы на лида подразделения вашей команды, на лида, в смысле, на руководителя. То есть у вас должны быть личные окиары, у руководителя разработки свои окиары, у руководителя маркетинга свои окиары и прочие вещи. Это очень хорошая штука, она помогает синхронизироваться в понимании того, что вы делаете. В смысле, вы не все вместе садитесь и пишете это, а каждый пишет свое, потом выкладывает и смотрит. Окиары должны быть доступны для просмотра, вы обязательно должны иметь возможность пойти и посмотреть на окиары своих коллег. Это очень круто, потому что иногда выясняются вообще поразительные вещи, потому что вы ставите себе окиар и выпустить приложение, например, а ваш руководитель ставит себе окиар, ну, допустим, это, ну, в принципе, реальная история, а ваш руководитель ставит себе окиар и получить больше денег. Выпустить приложение и получить больше денег — разные истории. Ну, то есть, денег можно получить и другими средствами, не обязательно ничего выпускать. И вам нужно тут понимать, что если у него нет этого в ОКРах, то как бы вам нужно поговорить с ним о том, что вы хотите приложение выпустить и доказать, что это важно. Пользуйтесь, это удобно. Если вы действительно работаете в компании или хотите организовать свою, ОКР — это очень классная штука. Она недооценивается, не все хотят ее внедрять и думают, что ну вот, все же будут видеть, что я там думаю, так пусть, это нормально. Вообще продукт по-другому, нормальный, качественный не создать, если вы не знаете, что в голове у тех людей, с которыми вы вместе работаете. Потому что когда вы это узнаете, может быть поздно. Лучше знать об этом заранее, хотя бы за квартал, чтобы сильно потом не удивиться. Это было про цели. Еще раз, 70% достижимости 3-5, целей не больше, новые достижения, конечное состояние. Как формулировать ключевые результаты? Собственно, то, как мы будем цели достигать. Ключевой результат должен быть легко измеримым. То есть у нас должна быть метрика, у нас должны быть цифры, мы должны понимать, какое значение числовое у него будет. Каждая цель должна оцениваться примерно по трем ключевым результатам. Можно 3-5 тоже, на самом деле, если у вас полет фантазии, и в 3 никак не влезается, можно 5 сделать. Но не больше. Опять же, для того, чтобы не распухала ваша страница в Вики, чтобы не распыляться на какие-то другие вещи, чтобы четко понимать, какие ключевые результаты есть у этой цели. Достижение результата сюрприз-сюрприз должно вести к достижению цели. Кто бы мог подумать. Но это, на самом деле, достаточно важный пункт. Опять же, что можно написать все, что угодно в результате, но оно не будет коррелировать с целью. Оно должно. Это важно. Ключевой результат – это именно результат, а не способ его достижения. Это вот прикольная вещь. Если мы, например, ставим себе цель увеличить пользовательский поток, мы ставим результат увеличивать, ну, достичь 300 тысяч потока, и тут мы пишем «Давайте увеличим маркетинговый бюджет», вот это уже способ достижения цели. Его сюда писать не надо. Способ достижения результата, вернее, его писать не надо. Вам нужно только результаты записать. Потому что как вы этого будете достигать, это уже, как бы, дело 10-е. Вы это будете решать, уже, собственно, вы, собственно, будете решать то, как вы это будете делать уже в процессе. Потому что в любом случае время меняется, оно меняется достаточно быстро. Либо у вас появятся какие-то инструменты, либо у вас пропадут какие-то ресурсы, то тут нужно уже смотреть в моменте времени. Но то, что вы будете делать и то, что вы будете достигать, это обязательно нужно понимать. И достижение ключевого результата должно быть подтверждаемым. Не только измеряемым, но еще и подтверждаемым. То есть, понятно, должно быть, вы можете померить все, что угодно, да, но может быть такое, что, типа, знаете, прекрасный анекдот про штурман. Что у нас там? 42. Что приборы? 42. Что 42? А что приборы? Вот. Собственно, сделав только одну метрику и не понимая, как это помогает достижению результата, вы попадаете в анекдот про 42 и приборы на самом деле. Поэтому тут нужно быть очень внимательным. Достижение ключевого результата должно быть подтверждаемым. То есть, если у вас ключевой результат — это набрать 150 тысяч пользователей, то вы должны потом понять, как вы поймете, ну, вы должны потом доказать, что вы этих пользователей набрали. Это должно где-то лежать, это должно быть где-то видно, вы должны эту информацию откуда-то взять. Если у вас там достижение какой-то метрики стоит в результате, в ключевом результате, то это тоже должно быть где-то видно, вы должны показать, как вы это измеряете, какие показатели там внутри есть, какая у этой метрики формула, как вы это все считаете. Это не должно быть абстрактно. Еще раз, не надо приборы 42 использовать. Это грозит чем-то плохим. Я очень советую вам почитать то, что есть в конце лекции в ссылках. Там есть статья от Гугла, от их проекта ReWork про океары. Там написана, собственно, история океаров, как они к этому пришли, почему пришли и что они делают с этим сейчас. Она небольшая, она очень понятно написана. Там на самом деле нет там особых формул и чего-то еще, но почитать можно, она дает понимание. Есть, собственно, книжка этого Джона Дора «Измеряй все, что можно». Как-то так она, по-моему, называется. Тоже есть в ссылках в последнем слайде. Посмотрите, что делать, как чего измерять. Она приятно написана, она небольшая, можно прочитать. Но, опять же, не идеализируйте вообще этот подход. Он прикольный, но не нужно там совсем прям упариваться. То есть нужно помнить, что есть какие-то другие вещи. И что вот все эти большие, большие многокомпонентные штуки должны декомпозироваться в итоге до ресурсов, до понятных мелких вещей. Потому что иногда это грозит тем, что вы, опять же, цель написали, а потом, как вы будете это достигать, сколько вам человек-то надо, и кто будет страдать из-за ваших целей, вы не пишете. Поэтому, ну, учитывайте это и просите коллег в этом участвовать. Потому что если они не участвуют, а у вас у одного ОКИАР, то как бы хорошо, конечно, вы, конечно, большой молодец, что все понимаете, но этого мало. Так что лучше использовать это прям командой. Вроде бы понятно, кажется. Мне понятно, не знаю. Я надеюсь, что вам тоже. В общем, там дочитать все можно. Там есть еще статья на русском на Хабре про ОКИАРы. Достаточно понятная от компании РАЙК. Можно почитать. Хорошо написано. Дальше мы сейчас про то, что, допустим, мы сделали родмап. Допустим. Допустим, у нас успех с ОКИАРами, и мы все это, всех сами написали, всех написали, в смысле попросили. Вот, они все написали. У нас вся информация есть. Мы что-то, мы определили приоритеты. Какие же мы молодцы. Мы зарелизили фичи. И теперь нам нужно подумать вообще, как мы будем об этих фичах рассказывать. Сейчас мы только о приоритетах в рассказе поговорим, потому что рассказ о том, собственно, что мы сделали. Это большая маркетинговая история. Мы поговорим об этом в лекции про маркетинг. Обязательно она будет. Будет, мне кажется, некоторые вещи будут интересны. Там будет и, собственно, количественная история про всякие метрики и прочие штуки, так и качественная про то, как, про что рассказывать. А сейчас про приоритеты. Собственно, приоритеты на самом деле достаточно понятны. P1, P2, P3. P1, P2, P3. Можно P4. Конечно, это от вас зависит то, как вы решите ранжировать. Это, опять же, интерком. Вы видите их значок внизу картинки. P1. Это, собственно, какие-то большие объявления о фичах, которые помогают пользователям решать их проблемы совершенно новым образом. То есть, если вы чего-то такое делаете, то это должно быть первым приоритетом у вас. P2 — это, собственно, решение проблем, но просто понятных проблем. Не какой-то новый способ, не какой-то вау, а просто решение обычных проблем. И P3 — это просто штучки, чтобы забить пустые места, заполнить пространство. Такое бывает. Тут, что важно, возвращаясь к родмапу, у вас не должно быть только P3. То есть, не должно быть только забивание пространства. Я понимаю, что P1 сделать очень сложно, иногда практически невозможно. Ну, потому что придумать полностью новый способ решения проблемы — это достаточно сложная история. Особенно, если вы в крупных компаниях работаете, и вам говорят, что вам просто вот этот продукт надо сделать. Ну, то есть, типа, у всех есть, у нас должен быть, поэтому давай. В идеале, конечно, придумать P1 и этим хорошо заняться, но не всегда так может получиться. Поэтому вам нужно, чтобы у вас было хотя бы P2, чтобы было о чем рассказывать. Потому что, если вы будете рассказывать вот эти, знаете, я не очень понимаю вот эти вот с Нью и Ревизноутс в App Store, когда пишут «Мы пофиксили баги». Ну, ладно. Ну, а какие? Чего ты сделал? Чего ты сделал, чтобы мою проблему решить? Я не понимаю. Я понимаю, что, собственно, в App Store нельзя просто выложить приложение, не написав ничего, но это выглядит плохо. Поэтому, пожалуйста, обращайте вообще на все это внимание. Собственно, это табличка для ориентации по всем вещам, о которых я только что рассказала. А следующее, тут пример, собственно, на интеркомовской штуке. Можно посмотреть, что у них там P1, P2, P3 и P4, к какому приоритету это относится. P4, ну, это типа там вообще можно не рассказывать никому. Мы из этого всего видим, что там P1 – это, собственно, какой-то… Ну, сейчас. И, собственно, это даже не фичи, а то, как это все пойдет в массы, как это пойдет в людей, как об этом будет рассказано. Вот P1 фичи доходит до пресс-каверидж. То есть это пресс-релиз ваш, и потом пресс-релизы во всех других ресурсах. Это может быть в нашем случае, в случае русского продуктового бизнеса, это точно будет пресс-релиз VC. Вас напишут в нем, а вас напишут точно, практически сразу в Roem.ru, потому что там всегда обо всех пишут. Вас напишут на хайтек-мейл.ru, вас напишут какие-то еще другие ресурсы. Иногда электронные версии бывших газет, ну, бывших, в смысле, просто бумажных газет, а теперь электронных газет тоже пишут. То есть коммерсант и прочие ребята тоже, скорее всего, о вас напишут. Rush Today, наверное, расскажет, даже если это не совсем их тема, но они все равно поучаствуют. Так что смотрите. Лендинг-пейдж, то есть вы сделаете отдельный лендинг для вашей фичи, и на этом лендинге про нее будете рассказывать. Это, в принципе, нормально, это достаточно покрывает много народа, но это, опять же, это не пресс-каверидж, это не пресс-релиз во всех. Можно записать видео про то, что вы сделали новую фичу. Некоторые команды так делают, это достаточно миленько, особенно если вы стартап. Очень забавно видеть, когда там фаундер стартапа говорит «Hi, guys, we issued a new release» и всякое такое прочее. У нас теперь там можно делать то-то, то-то и то-то. Вы можете туда же запихнуть небольшую инструкцию про то, как этим пользоваться. Сразу увеличите возможность на то, что онбординг будет пройден успешно. Можно и так. Можно рассказать пользователям по имейлу своим, написать, что «Ребята, мы внедрили новую фичу». Стоит это делать, опять же, про важные и решающие проблемы вещи, а не просто там про fill gaps. Не надо, если вы баг пофиксили, там какой-то, о котором никто не знал, не надо про это всем писать, они узнают, что у вас был баг. Вы лучше этого не говорите. Конечно, если вы там не работали 4 дня, а теперь заработали, про это нужно написать, а все остальные вещи можно как-то обойти. И нап-месседжи — это, собственно, если это приложение или там какой-нибудь чат-бот, то вы можете сделать какой-то условный пуш, не назойливый, а такой, несколько мягкий, и сказать, что «Ой, привет, у нас там новый функционал», или «Мы сделали какие-то дополнения», или «У нас баги пофиксили». В принципе, вот таким образом можно про баги рассказать. В принципе, это нормально. И changes page — это, собственно, what's new, это release notes, о которых я только что говорила в плане App Store. Это можно делать, понятно, но мне не очень нравится, как это делается, и часто это выглядит странно. Если вы хотите написать нормальный release notes, это немножко маркетинговая история, но мы немножко успеваем, поэтому я вам расскажу, как это можно делать. Есть разные варианты. Вы можете писать вот унылые абсолютные вещи, типа «Мы обновили приложение, мы исправили баги, теперь у нас на три бага меньше, чем было раньше, и, пожалуйста, поставьте нам пять в ревью». Ну, то есть можно писать так. А есть очень классные варианты написания release notes. Например, у MyBook, это русский сервис для чтения книг, у них вот с нью выглядит как глава книги. Они пишут «Глава восьмая, в которой мы рассказываем вам о улучшениях технического качества продукта». И пишут там, собственно, что они сделали. Это очень круто, это совершенно новый подход, который приятно читать. То есть вот такие вещи — это здорово. И бывают вещи, например, достаточно прикольные, не всем они нравятся, но мне, например, у меня они вызывают симпатию, когда мы пишем пользователям о том, что, например, цитата из общения и разработки. «Слушай, а ты вот это в релиз добавил?» «Да, добавил. А что там вообще было?» «Ну, ты ж помнишь, там нужно было сделать это и это». «А, да, круто, действительно сделали». Это один из вариантов. Он не всегда так прокает, как первый, но это достаточно неплохо. Хорошо вставлять какие-то шутки и хорошо вообще писать о том, что вы делаете. Один из примеров, которые достаточно недавно развились, это, собственно, имейл-рассылка Aviasales. У них раньше была рассылка просто «У нас теперь новые направления», или «У нас скидка там на то-то, то-то», или «Мы теперь умеем искать и по отелям», или «Мы умеем там еще такую-то, такую-то вещь делать». Сейчас они делают это по-другому. У них первое письмо в этой рассылке называлось «Мы наконец-то наняли копирайтера». Это очень забавно, но это действительно заинтересует. Представляете, вам присылают рассылку Aviasales с названием «Мы наняли копирайтера». В смысле? И заходите смотреть, конечно, потому что не понимаете, к чему это. Они вам говорят в этом письме, что теперь рассылки будут выглядеть по-другому. И действительно, теперь их рассылки выглядят по-другому. Теперь там целая история, что Паша хотел поехать в тур, но не смог, потому что у него, как всегда, много работы, поэтому я поехала одна. Ну и там, собственно, человек, который пишет какие-то посты редакторские на Aviasales, там такие тоже есть, он рассказывает, как он куда-то съездил, какой-то был риск, какая-то была авиакомпания, что сейчас можно найти на сайте и прочие такие штуки. Вот это интересно читать, вот это круто. Не все… Вот читать просто маркетинговую 50% скидка – это печально, а читать вот такие апдейты – это всегда приятно. Обращайте внимание, что пишут в апдейтах ваших любимых приложений, например, в App Store, может быть, вы и не читаете, но есть люди, которые читают. И это еще один способ коммуникации с пользователями, достаточно важный, потому что через этот способ люди понимают, что вы не просто положили и ушли, а о том, что вы положили, душ туда вложили и еще постарались сделать так, чтобы они поняли, о чем вы говорите. Рассказывать о фичах очень нужно. Это тема анбординга, я про нее вам расскажу, когда мы будем говорить про MVP, это очень важная штука, как рассказывать пользователям про свой продукт, как их туда вводить. Это не совсем тема энгейджмента, о котором мы говорили на предыдущем занятии, это именно процесс первого использования, процесс постижения, узнавания продукта. Он достаточно сложный, там можно напороть кучу ошибок. Расскажу, что можно делать с этим, чтобы этого избежать. Наверное, должно быть, кажется, что интересно. Вот, на этом на сегодня мы, в принципе, все.